Славянская радио Всем здравия, с вами Народное Славянское радио Сегодня у нас 10 марта 2016 года, четверг По одному из современных календарей, по одному из старинных Девятый день месяца пробуждения природы, 7524 лета, шестица Тема сегодняшнего нашего живого эфира такова Род, белобог, чернобог, лат и мера, свет и тьма Каков пантеон родных богов? Главный соведущий Сурьяр, здравия Сурьяр Здравия Алексея, здравия всем радовичам Насколько я понимаю, это все у нас идет продолжение Той самой школы, которую мы задумали с тобой уже несколько месяцев назад И которую так вот попунктно раскрываем перед нашими слушателями Ну, именно да, так оно идет И по большому счету, я думаю, сам по себе формат Хоть и сложная передача той или иной мудрости, скажем так, без кавычек Через радиоэфир, она достаточно сложна Но упираемся, потихоньку вроде бы слово за словом Начинаем разбирать, да, кто-то говорит, да, мы это все уже знаем Кто-то говорит, очень хорошо, как интересно Но всем не угодишь в том плане, что у каждого, как мы и говорили Уровень понимания свой, свое направление, свое пожелание И свой ритм восприятия информации Поэтому берем где-то срединный уровень Отчасти поднимаемся по сложностям И отчасти, наоборот, стараемся наибольшем уровне упростить Чтобы все по мере своей попытались найти А то, что, как мы говорили, в общем-то, я не раз озвучил Что если не в апреле этого года То с осени уже сама по себе школа родовой мудрости Уже пойдет в постоянном режиме Не только по радио Уже и преподаватели И, условно, все предметы, которые у нас будут в ней озвучены Рассмотрены Программа обучения есть От уровня общинников до уровня роддарей И, по большому счету, до уровня жрецов Включая посвящение того или иного уровня У нас возможности и понимание для этого есть Ну и, собственно говоря, старшие предки наши Насколько мы понимаем В этом деле нам хорошей помощи Алексей? Я думаю, что есть прямая заинтересованность у них В том, чтобы мы становились достойны их смены Чтобы они дальше шли на повышение А мы занимали те места, которые сейчас они занимают Я думаю, что там время летит быстро И, как бы, они говорят Ребята, и пора, пора Мы тут уже застоялись Уже давайте-ка приступайте к делам А то как-то толчутесь на одном месте Хорошо Каждый человек, естественно, уникален И, естественно, что у каждого человека Есть свое представление об этом мире Которое складывалось из того Что ему кто-то сказал когда-то Это он усвоил Что-то он увидел Что-то он прочел И так далее Например, в том же самом нашем ведическом направлении Существует достаточно большое уже количество литературы Где есть то, что досталось от предков Есть уже варианты на тему Какие-то этюды, экзорсисы То, что называется в музыке А есть то, что вообще даже ниоткуда не досталось Просто человек якобы получает информацию с поток Как-то ее обозначает И говорит, вот это вот наша ведическая основа Так что будем излагать свои точки зрения Для того, чтобы люди могли в очередной раз Наши радиослушатели послушать мнение твое Может быть, мое отчасти Поделиться своими впечатлениями в чате И чтобы складывалась более полная картина этого мира Наше ведическое мировоззрение Вот давай начнем с того Что такое пантеон? Пантеон родных богов Все-таки слово пантеон не совсем наше Может быть, даже, скорее, совсем не наше Многие посчитают Почему именно пантеон родных богов? Ну, вот, ну Часто люди пользуются Словом Тут я как-то даже встречал человека Он сказал Пантеон, я говорю Он говорит Пантеон – это теон пана То бишь, пан – верховный бог И все остальные под ним Ну, просто, если кто помнит В римской, по-моему, мифологии Бог пан – бог природы Как таковой был И поэтому пантеон Он попытался Отложить Как таково Пантеон Часто упрекают Там Люди встречаются На лекциях Там, на занятиях Говорят Ну, вот Пантеон как бы у нас не выстроен Вот те боги То ли есть, то ли нет Каких богов считать За богов Каких, может быть, и не боги А эгрегориальные какие-то сущности Ну, вопросов всегда в этом Отношении достаточно много Но, как бы, мы попробуем Сегодня разобрать И определить Не то, чтобы весь пантеон И пытаться его там Проявить и утвердить А все-таки будем ссылаться На те Общепринятые имена Которые практически во всех Славянских, родноверческих И староверческих объединениях Более-менее им приняты И как к ним относятся И, собственно говоря Кто из богов За какое дел По различным версиям Может отвечать Вот примерно так И попробуем разбирать Плюс основные Понятия Вот этот родов три глав Род Белобог-Чернобог И все эти боги По большому счету Которые Потому что На множестве обрядов Я бывал Которые проводят Многие люди По большому счету Сам по себе Уряд обряда В разных объединениях Отличается достаточно сильно Потому что По тому искону По тому родовому обычаю Мы придерживаемся чего Что боги наши Живы Безусловно Что боги наши В постоянной взаимосвязи С нами находятся И только лишь От чистоты наших сердец И искренности намерений Мы можем В той или иной степени С ними взаимодействовать Именно как раз Я говорю От чистоты Сердец И от чистоты намерений Это зависит Может быть Это слово Все-таки Пантеон Заменить Как-то Божичи Родовичи Как-то Называть его А не пантеон Чтобы и наше Было более понятно Хорошо У нас же есть Замечательный термин Который мы используем Называется он Род небесный Ну вот Другое дело Совсем по-другому Звучит То пантеон Как-то Другое дело Правильно Оно уже Потому что Пантеон Некое Сухое определение Ближе к религиоведению Оно имеет Конечно же Право на существование Но Если мы говорим То что Вот я Только что Обмолвился Что мы Безусловно Считаем Воспринимаем Богов Своих Живыми И называем Родом небесным Себя же мы В этом плане Именуем Родом земным Себя имеют Людей И в общем Определенное Количество Духов Которые вместе С нами Осуществляют Своё деяние В Яве Вот это Род Земной Это не Только люди Но и Все духи Которые Занимаются Ну как Можно назвать Их служебными Помогают Там в природе Травич Зверич Людич Как Тотемы Это всё Так как Большая часть Их деятельности Точно так же Как и нас Большая часть Деятельности Нашей И Как бы Осознанного В той или иной Мере Бытия Происходит В мире Яве Вот это Род земной Это мы И то Что я Перечислил И упомянул Сейчас Поэтому И соответственно Род небесный Одна из Основных Понятий То что Не понятие О сложности Мировосприятия Почему я говорю Что мы Выстраиваем Сейчас Полноценное Ведическое Миропонимание И это Одна из Важнейших Задач Которой Занимается Там Коловедающих Нашего Искона Там Где-то Жрецы Где-то Ведающих Где-то Молхвы С которыми Мы в той Или иной Степени Соотносимся И в общем-то Так Ни глубинных Ни категорических Расхождений По большому счету Нет Я думаю Что Недалек тот день Когда То что Такая формула Есть Как символ веры Условно Можем его назвать То бишь Общее Основание Для Нашего Взаимодействия Друг с другом И взаимодействия С родом Небесного Оно будет В той или иной Степени Проявлено И всеми Принято Ну По крайней мере Большинством На это Есть Очень большая Надежда Я даже Там Не Наверное Не Не погрешу Сильно Против Правды Земной Что Я думаю Что В течение Наверное Года Двух Это Произойдет Потому Что Полнота На сегодняшний день Уже такова Что По большому счету Осталось Правильно Расставить запятые В большинстве случаев Наверное Так Но это Мое мнение Вот И я Естественно Прилагаю Приложу все усилия Чтобы Это не Затягивалось Намного дольше Почему Потому что Пока Те люди Которые Претендуют На какой-то уровень Понимания Спорят между собой В общем-то Всем Остальным Приходится С некоторым Изумлением На них Смотреть То Что касается Алексей Да Все правильно Сказал Пора уже Прекращать Ссориться Пора прекращать Доказывать У кого Что-то Длиннее И больше За какими-то Там Углами А уже Становиться Взрослыми Дядями И тетями И начинать Ответственно Относиться К этой жизни Понимать Что На нас Возложено Очень много Чего И нам Нельзя Уже Лицом В грязь Ударять Перед нашими Предками Ну что ж Давай начнем Разбирать Рот Белобог Чернобог Я еще Просто Небольшую Вставочку Сделаю Свою Реплику То что я Говорил Вот по поводу Самого Собирания Проявления Ведического Миропонимания И Язычества Как такового Потому что Тут нет Противоречия Если мы Терминологически Подходим Что Язычество Это способ Непосредственно Восприятие Мироздания Попытка Его осознания Просто Когда Осознание Накапливается Достаточной Степени Уже Тогда Возникает Веда Писаная То о чем Я говорю Всегда Вот это Мы То что Мы можем Зафиксировать То что Там Часть Остается В изустной Практике Как В общем-то Всегда Было В древности Практически Все было Именно В изустной Практике И Как бы Ведические Брамины Индийские И наши Жрецы Волхвы В общем-то Достаточно Толстые Книги Если перевести На сегодняшний день Имели Как бы Знали наизусть В этом Ключе Поэтому Сейчас мы Да Формируем Ну Не то что Даже формируем Потому что У нас На самом деле Достаточно Большой Объем Где-то В осколочном Виде Где-то Более-менее Цельном Доставшийся Нам От древности С одной Сороны А с другой Сороны То что Я говорю Что мы На сегодняшний день Должны Безусловно Идти уже Современности Потому что Боги наши Находятся Современности С нами Они Не уснули Они Не умерли Они Продолжили Своё Событие Даже Если мы Их не вспоминали Там Тысячу лет Или там Полторы тысячи лет Или Вспоминали Так сказать Не понимая Кому мы Обращаемся Это То что Касается Вот Поэтому А сейчас Перейдём Тогда Постараемся Осмыслить И Проговорить Что такое Наш пантеон И в чём Он примерно Может Заключаться Потому что Как бы В основном Все Объединения Родноверческого Толка Языческого Они делают Упор на Тот пантеон Который Князь Киевский Владимир Поставил На На горе Создал Святилище И Включив Него По большому Счёту Не Всех Богов Включая То что Там Не было Виллиса Там не было Мокоши Вот А то что Кого мы Упоминаем Белобог и Чернобог Они Вообще Там И не Упоминались И по сути То что Как сказать В этом Пантеоне Который Представил Князь Владимир О них Не было Ни Упоминаний Ни Разговора Поэтому Мы Сейчас Попробуем Разобрать Хотя Хотя В Как сказать В Старых Легендах Белорусских Славян Отчасти Украинских Есть Как-то Понятие Ну не Понятие Там В определенных Мифах Сказаниях Которые Нанесли Там О Черном Селезне Который Ассоциируется Как Чернобог И он Там Создатель Людей По этому Мифу И В общем-то Тот Кто Создал Тверть Земную Создал Условные Материки И все На Планете И Белобог Как Податель Опять же Белобог Под Позиции Рода Прародителя Который Создал Мир По сути Но Не Не Озаботился Тем Чтобы Здесь Появились Люди Словно Согласно Такой Легенде Мы Можем Сделать Один Из Выводов Ну как бы Делать мы его Не будем Я просто Говорю Что Мы Не Не Можем Безусловно Опираться На Этнографическое Исследование Почему Потому что В разных Землях В разных Родах Оно Было Различно И Даже То что Зафиксировано Как На Уровне Этнографии И В той Или Иной Степени Истолковано Как правило Учеными Оно Не Может Являться Для нас Безусловным Основанием Мы Должны Смотреть На Это Дело Шире Потому что Если мы Берем за Основу Вот этот Миф Может Оказаться Получается Что мы Потомки Не родовые А чернобоговые И Как В этой Ситуации Нам себя Чувствовать Потому что Я знаю Что достаточно Много Людей Приходят И в родноверие И Еще куда-то Что касается Славянских Движений Именно Потому что Им Нравится Что Тут нет Только Светлого Бога Но есть Чернобог Которого Они Там Как бы Ассоциируют С кем Не попадя В общем-то И С врагом Как это Рода Человеческого Как В Иной Традиции Его Величают И Так как Поклонников У него Достаточно Много Они Пытаются Найти Своё Место В наших Рядах Но Это Не Есть То Что Надо Поэтому Мы будем Сейчас Попробуем Разобрать Что такое Род Как Таково В нашем Восприятии И Каким Образом Возникает Белобог И Чернобог Алексей Давай Начнем С этого Есть Уже Вопросы Идут Так что Я пока Накапливаю Эти Вопросы Сегодня Так С тобой Открою Маленький Секрет Договорились Что Не будем Сильно Отягощать За умностями Попробуем Разбирать Все таки Это Поспокойнее Имеется Идут Что Подаваем Информацию Частично А большей Частью Все таки По вопросам И может быть Еще Какие-то Элементы В нашу Беседу Включим По Шире Было Представление Вот Значит Род Род По Разным Определениям Его Можно Как Отнести Потому что Род Все бог И Люди Представляют Точно Так же Как В христианстве Вот Некое Существо Там Хорошо Что Если Не сидит На облаке С длинной Белой Бородой И С добрым Взором Смотрит На землю Как там В общем-то Происходят Какие-то события Ну так Ну уж Не знаю Не знаю Насчет Доброго взгляда Не всегда На облаке Да Совпало Не Ну просто Условно Если Если в Иудейской Традиции Там У них Считается Бог-ревнитель Карающий В постоянном Режиме Грешников То Вот Мы как бы Как это Бог Наш родной Он Родом И зовется И соответственно Наш Прародитель И К нам Он должен Быть Добрее Поэтому Смотрит Ну Люди же Каждый Формирует Свой миф Для себя А то Что есть На самом Деле В общем Об этом Надо Разговаривать Достаточно Долго Почему Потому что Нам И И в школе И в семье И И в вузах В общем-то Представляют Достаточно Запутанную Картину Миропонимания И Наша задача Выбраться Из этой Запутанной Картины И обрести Цельное Миропонимание Ведического Толка Которому Мы стремимся Вот Поэтому Род С одной стороны Когда мы Говорим Род Всебог Мы Можем Подразумевать С одной стороны Некую Личность Имеющую Так Сознайти Ну Несопоставимый С Собственно Говоря С любыми Людей Из людей Уровень Самопроявления Вот Такой термин Попробуем Дотребить Самопроявление Почему Сама по себе Формула Род Всебог Един И Многопроявлен Мы еще Добавляем Един В мысли Своей И Многопроявлен В деяниях Своих Или как Един В мыслях Своих И Многопроявлен В ликах И силах Вот В этом плане Мы сейчас Тоже Попробуем Разобраться Что такое Лики Силы И Каким Образом Род Всебог В общем-то Себя Реализует Поэтому Сама По себе Схема Когда мы Один Из Наставников Родноверия Он в этом плане Говорит Даже Когда мы Произносим Просто имя Верховное Да Мы уже В той или иной Степени В своем Восприятии Накладываем Ограничения На Все Вышние Силы Которые Созидают Всемири Потому Что Как бы мы В общем-то Не надували Щеки Не пытались Себя Представить Особо умно И мы понимаем Что Сама По себе Полнота Мироздания Она Такова Что Условно Если мы Понимаем Очень малый Процент Ну там Для смеха Могу цифру Привести Один процент То это уже Очень много Потому что На самом деле У нас И Как правило И этого процента Нет Но это не мешает Тем не менее Нам Жить Взаимодействие С друг с другом Взаимодействие С небесами Поэтому Род Как таковой Подразумевается Некий Изначальный Принцип Который Прибывает Во Всемире И вне Его Потому что Вне Его Он прибывает Как порождающая Сила И сила Не Включается Я говорю Тут Просто Мы Используем Если Обратиться К Академику Рыбакову Который Собственно Говоря Один Из Наиболее Ученых Наиболее Полно Описавших Славянское Этнографическое Наследие И Как он Говорил По тому Наследию Что Большей частью В храмах Славили Рода И рожанец И В этом Ключе Подразумевается Что Род Как таковой Даже Личностно Персонифицирован Мы могли бы Сказать Но Он не Определен По Половому Признаку Словно Бог Отец А где Мать Почему И Часто В Священных Формулах Которые Люди Произносят На Обрядах Я Слышу Род Все Бог Мать Отец Наша Две Ипостаси Порождающих В том Ключе Как мы Воспринимаем Сами Они Роду Всебогу Отданы Поэтому Славили Рода Как Отца И рожанец Как Условно Матерей И Как Наиболее Древних Еще Западносибирских Там Алтайских Сохраненных В той или иной Степени Шаманских Верованиях Мать Олениха И мать Лосиха Или две Оленихи Или две Лосихи И собственно Говоря Большая часть Вышиванок Узоров Которые Там И на Урале И На севере Нашем Они Как раз Когда Вы видите Нечто Похожее На Оленя Или На Лось С рогами Это как раз Упоминание О Самых Древних Верованиях Почему Вот этот Как Я уже По-моему В одной Сергию По большому Счету У нас За Время Нашей Длинной Истории Было Качание И в сторону Патриархата И в сторону Матриархата Но У нас Никогда Не Было Такого Жесткого Уничижения Женского Начала Как Вот В иных Там Из Южных Стран Верований Потому Потому Женщина У нас Всегда Воспринималась Именно Как Продолжательница Рода Как Та Которая Имеет Возможность Наиболее Полную Призвать Достойных Добродетельных Потомков И Соответственно Через Нее В первую Очень Продолжается Род Мужчина Не меньше Имеет Значение Но И Соответственно Как Борьба За То Чтобы Продолжился Через Ту или Иную Женщину Именно Твой Род Она Всегда Была И по Большому Учету Сейчас Она Конечно Ослабела Так У нас Нет Очень Жесткого Противостояния И Сама По себе Попытка Продолжения Рода Многих Бывает Не беспокоит Но Это не значит Что Это закончилось Я говорю Оно продолжается Но Значительно Более Мягкой Степени Это То Что Касается Рода И Маленькую Ссылку На Академика Рыбакова Я тут Сделал Что Славили Рода И рожанец Род Даже В Антропологических Каких-то Этнографических Источников Да В них Он уже Обозначался Как не Некая Точка Из которой Разворачивается А некое Начало Именно Порождающее Поэтому В самом Обычии В самой Традиции В Исконе Родовом Подразумевается Что род Есть Безличностная По большому Счету Сила Для нас Она безличностная Почему Потому что Степень Нашего Восприятия Она Очень узка Ну как Вот Есть Такая Древняя Притча Там Трое Или Шестеро Мудрецов Завязанными Глазами Пытались Обследовать Слона И Собственно Каждый Нашел Своё Кто-то Нашел Колонну Поймав Ногу Кто-то Нашел Веревку Схватив За хвост Кто-то Нашел Трубу Поймав Хобот Кто-то Это самое Потрогав Ушу Сказал Что это Огромные Листья И Собственно Горя И это Только Решлон И Надо Понимать Насколько Сложнее Сама Позиция Того Что мы могли бы Называть Как род Сибу Поэтому мы По мере своего Восприятия А наши Меры восприятия Как правило Строятся из мира Яви Можем Отслеживать Или Пытаться Систематизировать Мир Сначала явный А через него Тот мир Который В общем-то Находится за пределами Нашего восприятия Мир Навный И соответственно Строить Своё Понимание Или своё Представление О Роде Всебоги Как прародители И Родоначальники Нашего рода земного В котором мы Пребываем Ну и в котором Ведём свою жизнь Воплоти Это вот то Что касается Самого рода И когда я ещё Объясняю людям Я говорю Ну представьте Некую Ость Стоящую Своей Своим 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 Основанием На земле И уходящие В глубины Небес Своей Другой Частью Которая Нам Неведома То что мы Можем Увидеть Словно То что доходит До облаков Это тот Уровень Который Нам В обыденном Мировосприятии Доступен То что находится Выше Оно всё равно Есть Но находится За пределами Нашего восприятия И Одновременно С этим Добавляю Так как Каждый из нас Является Носителем Как бы Не Не только Тело Как бы Каждый из нас Является Триединством Тело Душа И дух Соответственно Каждый из нас В эту ось В той Или иной Степени Включён Опять же По мере Своего восприятия По мере Своего развития И Соответственно Всё Сущее Во всемире Оно с этой осью Взаимодействует Потому что Всё себе Имеет Единый принцип И единую мысль Рода Всебога То что Порождается Вот примерно так Алексей Хорошо У нас Закончились Первые 30 минут Давай Перейдём На музыкальную Паузу А потом Дальше Будем разбираться С заявленной Темой Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 10 марта 2016 года Четверг По одному Из старинных Девятый день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Шестица Тема Наша Сегодня Звучит Так Рот Белобог Чернобог Лада И мира Цвет И тьма Каков Пантеон Родных Богов Главное С ведущей Сури Яр Пожалуйста Представляйте Микрофон Можешь Продолжать Нашим Радиослушатам Напомню Что вопросы Вы можете Задавать В чате Народного Славянского Радио Обязательно Заходите Регистрируйтесь Раз на Всю Жизнь И становитесь Полноценным Пользователем Для того Чтобы улучшать Жизнь К лучшему Общаться С друзьями И задавать Вопросы В наши Живые Эфиры Обращаясь К тому Мифу Который Приводил Как Миф Полесских Славян Белорусских Как То что Белобог Это род А Чернобог Это черный Селедень Но Сама по себе Даже Мифологическая Схема Как я сказал Что мы не можем Ее принять Иначе Как Придется Признать Себя Потом В первую очередь Чернобога А потом Уже В той или иной Степени Соотносящимся С Богом Как Прародителем Потому что Тут еще Какой Элемент Что Как Это вопрос Дурной Бесконечности Люди спрашивают А кто Создал Рода Когда Дорастете До Рода Тогда Увидите Кто Создал Рода И кто Является Родоначальником Более Высокого Уровня Тогда У вас Этот вопрос Отпадет Сам собой А Что бы вам Сейчас не Сказали По большому Счету Ничего В этой Жизни Для вас Не изменится И в вашем Понимании Точно Точно Так Соответственно Три Глав Родов Который Используется В славянской Традиции Он подразумевает Что Белобог Род Белобог И Чернобог Поэтому И Опять же Часто Очень делается Попытка Персонификации Что Белобог Он Таков А Чернобог Он таков По большому счету Просто надо Понять Это Принципы Высшего Конна Которые Заложены Во всем мире И Принципы Эти Заключаются В том Что Все Что есть В мире Оно Порождено Светом И проходит Согласно Искону Свой Путь В мире Яви В мире Нави Собственно Говоря Тоже То же Самое Происходит Но Происходит В другом Режиме И В другой Степени Явление Проявление И Есть Принцип Который Занимается Тем Что То что Уже Как сказать Обрело Некое Качество Не Соответствующее Замыслу Замыслу Прародителя Рода В данном Случае Оно Переходит Ведомство Чернобога В этом Плане У нас Как сказать Есть Две Ипостаси Которых Мы могли бы Соотнести С Белобогом В той или иной Степени И с Чернобогом Опять же В той или иной Степени Почему Потому что Я говорю Что Принцип Созидания Он Мы Соотносим Правила Созидания Соотносим С Белобогом А правила Разрушения Соотносим С Чернобогом Вот И у нас Есть Две Как бы Ипостаси Которые Там В той или иной Степени Как я говорю Могут быть Соотнесены Первая Ипостась То что Мы разбирали На Предыдущих Наших беседах И в той или иной Степени Конечно Коснемся Сегодня Для того Чтобы С одной стороны Закрепляться С другой стороны Может быть Расширять И свое Собственное Понимание И понимание Тех Кто Надеюсь С вниманием Нас слушает Что У нас Есть Свет Во множестве Проявлений Которые Являются Основной И первой Созидающей Силой И Когда Мы Обращаемся К стихиям Напомню Каким Огонь Вода Воздух И земля И Как бы Есть Пятое Их организующие Изначально Это свет Или как В некоторых Ну в некоторых В разговорах Люди Пытаются Употребить И И И Народное В Достаточно Большой Степени Слово Ну на Сегодняшний По крайней Мере Эфир Ну вот Но Эфир Это эфир Эфир Не подразумевает Что это Некое Созидательное Начало Так вот Свет Во множестве Его Всех Проявлений Является Созидающим Началом Который Проявляет Все Мире По сути Я Уже не раз Упоминал Что мы В данном Случае Можем Даже Как Определять Как Эти слова Достаточно Большой Степени Синонимичными Как Слово Дух И Слово Свет И В Определенной Степени Живу Мы Относим К тому же Потому что Живы Это уже Более Структурированная Позиция Точно так же Имеющая В себе Световую Составляющую Которая Проникает В Подготовленные Слои Мироздания И собственно говоря Проявляет жизнь Уже в том виде В котором Мы ее видим Вот это то Что касается Так вот Свет В данном Случае И почему Белобог Как мы Можем Сказать Что Соотнесение Здесь Достаточно Большое Достаточно Плотное Вот С чем Тогда Можно было Соотнести Чернобога Как Некое Начало Одновременно А с другой Стороны И Включающие В себе Момент Поглощения Света Потому что Все из нас Наверное В детстве Может кто-то Не в детстве И сейчас Сталкивается С простым Элементом Таким Жизни Нашей Как фонарики Как мы Светим Им Во тьму И смотрим Что до Какого-то Уровня Свет Свет Доходит И Дальше Он Рассеивается И точно Так же Свет Звезд И всего Прочего Он Во вселенной Во всем мире Движется И Рассеивается Он где-то Исчезает То бишь Нечто К сожалению Сам Словарь Хаос Немножко Другой Но в то же Время Определенная Как бы Схожесть В самом Понятии Есть И А Космос В их Определении Опять же Греческом Это порядок Поэтому Хаос Нами Воспринимается Как Некий Беспорядок А Космос В нашем Случае Перевъезду Космос Как Всемири Воспринимается Как Определенный Порядок Так вот Само По себе Смысловая Составляющая Вара Это Все Великая Тьма Которая Является Предтечей Всего Что Может Проявиться И Проявляется В Варе Всемири Тогда Когда Туда Приходит Свет Вот Собственно Горя Разница Между Светом И Тьмой Что Мы Собственно Горя Заявлено Как В эфире Должны Были Разбирать И Собственно Тут Нет Противоречия Надо Понимать Что Свет Это Созидающее Начало А Тьма В данном Случа То Что Поглощает Свет И Все Что Проявилось Оно Было Сотворено Светом Порождено Светом Как Силой Мысли Рода Из Вара Как Первоначальной Субстанции То что Греки Называли Хаос Так Из Вара Рождается Всемири И Когда Любой Вещи По сути Даже У Всемиря Проходят Сроки Бытия Это Все Снова Возвращается Вар До Того Как Свет Опять Не Будет Проявлен Во все Свои Силе И Всемири Проявится Заново Это Примерно Так Поэтому Как Сказать Попробуем Еще раз Сейчас Пройтись По Пантеон Мы Излишне Сейчас Не будем Пытаться Перетряхивать Попробуем Понять Что Вот я Говорил Как я Говорил Что Есть Лики И силы А потом Еще раз Вернемся К Белобогу И Чернобогу Чтобы Понять Как Они Меж Собой Взаимодействуют Меж Собой Взаимодействуют И в нас В том числе И во Всемире Соответственно Поэтому Мы говорим Лики И силы Род Единый Много Проявленный Во множестве Ликов И сил Во всемире Явленный Год Сама По себе Всемирие Это как Физический Мир И слово Физический Он нам Достаточно Четко Говорит О том Что Из себя Представляет Окружающее Нас Пространство Это Достаточно Большая Система Которая На Уровне Физических Так называемых Физических Законов Как мы Изучали в школе В институтах Находится В определенном Равновесии Это Начиная От Атомов И Более Как бы Простых Более Мелких Частин Заканчивая Звездами И галактиками Находится В определенном Равновесном Состоянии Вот Собственно Говорит То Что мы Называем Силами Это То Что Находится В безусловном Деянии По Проявлению И Созданию Как бы Определенного Уровня Стабильности В этом Мире Это И есть То Что мы Называем Силы Родовые Вот Почему я Говорю Род Настолько Много Проявлен Что мы Каждый раз Обращаясь К нему Как К некому Источнику События Понимаем Что Насколько Небезгранично Само По себе Его Проявления Но Как я Говорил Ранее Даже Если Нам Немного Будет Открыто Уже Будет Большой Удачей Большой Наградой Для Всей Жизни Поэтому Обращаться Надо Не забывать Это Пока Совет Вот Это Что Касается Лики Что Такое Лики Да Потому Что Как Бывает Термин Икон Или Икон Лики Видимые Лики Невидимые Лики Воспринимаемые Невоспринимаемые Так вот Значит Смысл Такой Что Само Всемире По Своему Порождению Является Сначала Да Порождением Сил Силы В данном Случае Не Не имеют Личного Некого Восприятия Они Являются Просто Принципами Правилами Которые Созидают Всемири Это Надо Тоже Понимать Почему Как бы Все Сколько Нибудь Понимающие Основы Нашего Бытия Говорят Что Огромное Количество И сил И Богов Родных Не Изречено Но Их Имена Нам Не Явлены А С давних Пор Известно Среди Тех Кто Взаимодействует С силами И Проявленными И Не Проявленными Известно Правило Если Ты Знаешь Истинное Имя Того Или Иного Имеющегося Во Всемире Ты Можешь Вступить С ним В взаимодействие При Условии Если Ты Знаешь Его Истинное Имя Поэтому Силы Которые Мы Не Знаем Имена Или Описываем В виде Физических Законов Мы Поэтому С ними Взаимодействуем Только Как Условно Они Являются Причиной А Мы Можем Только Следовать В Фарватере Их Проявлений В том Пути Которым Они Созидают В мире Мы Находимся Воздух Нам Для Того Чтобы Дышать Свет Видимый Спектр Для Того Чтобы Был Фотосинтез В растениях И Солнечное Тепло Могло Землю Согревать Это То Что Касается Сил А То Что Касается Ликов Это Смысл Такой Что Каждый Из нас Включая Всю Природу Включая Все Виды Животных Они Имеют Тот Или Иной Уровень Осознания Который По Большому Счету Мы Не Скажем Не будем Пользоваться Ни Нашим Словом Мы Скажем Так Развивается Вот Этот Уровень Сознания Который Изначально Нам Дан Как Таковой По Большому Счету Все Практически Славянские Объединения Староверов Родноверов Придерживаются Того Что Так Как Сила Рода В виде Света В виде Его Мысли В виде Его Творческого Помысла В постоянном Режиме Пребывает Во всем мире Все Что здесь Есть Оно Имеет Потенциал Развития Точно Так же Песа Над Нами Наполняется Нашими Мыслями Почему Потому Что В своей Какой-то Вышней Ипостаси Любой Из нас Может Достаточно Высоко По Этой Оси Семирия На Который Из которой Мысли Родовы Проистекает Зайти Достаточно Высоко Поэтому Каждый Из нас Потенциально Мы Как Обращаясь Говорим Боги Родные Предки Славные Боги Родные Суть Наши Предки Славные Тут Нет Противоречия То что Я говорил Что Нет Разрыва Между Родом Земным Родом Небесным То О чем Я говорил В начале Беседы Что В какой-то Момент Да Явный Мир Переходит В менее Явный И постепенно Он становится Миром Навным То бишь Миром Невоспринимаемым Нашими Данными Нам Как бы Возможностями Чувственном Восприятии И поэтому Разрыва Как такового Нет Почему Одна из Священных Формул Которую Мы с Родовым Исходим И используем Это Род Земной И небесный В единстве Пребывая В единстве Пребывая Я Финаль Созидал И соответственно Вот эти силы Развиваясь Вместе С нами Они Постепенно Как и мы Обретаем Сознание Точно так же Кто-то из наших Предков Там Более Давних Менее Давних Потому что Есть По Согласно Тому Искону Родовому Которого Придерживаем Все мы И собственно Говоря Получаем Подтверждение О Его Правильности В постоянном Режиме Подразумевает Что Есть боги Первопорожденные Те Которые Собственно Говоря Управляли Силами Созидающими Все мире Являясь Одновременно Ликами Рода Прародителя И вот С кем-то Из этих Первичных сил Мы взаимодействуем Собственно Они И являются Первыми Ликами Которые Могут Иметь С нами Обратную Связь Или даже Не они Могут А мы Можем С ними Иметь Более Правильно Сказать Потому что Как Многократно Говорится И повторяется Что Боги Всегда Открыты Для того Чтобы Нас Услышать Просто Достаточно Или мы Чистые Достаточно Ли Искренне Наши Мысли Для того Чтобы В хоть Какое-то Взаимодействие С ними Пройти Ну и Соответственно По мере Развития Всемири По мере Развития Мира Яви Вот эти Небеса Над нами Они Наполняются Нашими Мыслями Наполняются Нашими Деяниями Наполняются Нашими Силами Потому что Как я говорил В предыдущих Беседах Что каждый Из нас Является Одновременно Не только Получателем Живы Из божественного Источника Но одновременно Ее Передавателем Каждый Каждый Из нас Ее Отправляет Дальше И это Та же Самая Божественная Сила Просто Имеющая Небольшое Преломление В нашем Кристалле В кристалле Нашего Тела Кристалле Нашего Бытия Соответственно Мы точно Так же Являемся Созидателями Но своего Уровня Когда мы Соединяемся Как там Одна из Формул Есть Чем больше Людей Собрались В чистоте Искренности Для Славы Божеской Тем более Божественная В них Может быть Проявлена Это Естественная Формула И вполне Она нам Доступна Для проверки И для Деяния Общего Соответственно Лики Первородных Богов Они Соединяются Как бы Наши предки Достигшие Определенного Уровня Чистоты И чистоты И частоты Своих Вибраций Что они Могут Широту Восприятия Своего Поднимать Достаточно Широко И когда Они Восходят Из Яви Через Светлую Навь Как по Опять же По священным Формам Говорится Подняли Светлую Навь Стали По праве Богами Родными Вот Стали Частью Рода Небесного Как мы Говорим И соответственно Это Есть Те Лики В том числе Наиболее близкие Для нас И наиболее Как бы Спас Легко Достижимые Для взаимодействия Почему? Потому что Они Не так далеко Стоят По времени От нас И Как бы Определенный Уровень Своей земной Природы Там Ну Хотя бы Как частотное Состояние Они Сохранили И Собственно Говоря Этому Не противоречат Те Легенды И мифы Которые Мы Следуем В этнографическом Своем Наследии И В священном Предании Что Достаточно Большое Количество Богов Прежде Ходили Здесь Среди Нас Были Князьями Были Великими Светочами И Собственно Говоря Взошли Достаточно Высоко В небесах И Теперь Когда мы К ним Обращаемся И называем Их Своими Богами То Собственно Говоря Мы Не грешим Не противоречим Против Истины Как таковой Алексей Ты хочешь Взять Маленькую Передышку После Столь Долгого Монолога Или Что ли Я что-то Прокомментировал Да нет Я смотрю Что у нас Есть время Включить Музыку Мне пописать Понятно Напоминай Нашим Радиослушателям Я надеюсь Что ты прокомментируешь Все равно После перерыва Или что Если комментируют То комментировать Конечно Надо было После каждой Сказанной фразы Какие-то слова Говорить Потому что Я как бы Зарядил Без остановок Но надо было Проговорить Объем Чтобы было О чем Видимо Весна Наступает И Соловей Поет Заливается Тем более На ночь Глядя И не остановить Соловей Ну ладно Давайте Кашлянуть Кашлянул Эфир Можно Общаться С друзьями Со своими Для того Чтобы в чат Попасть Необходимо Просто-напросто Зайти на наш сайт Славомир.орг Если не получается Так вот В строке Набрать Славомир.орг Латинскими буквами То тогда В любом поисковике Набирайте Народное славянское радио Попадаете на сайт Дальше Ищите слово Чат Нажимаете Один раз Один раз Придумываете Логин, пароль Регистрируетесь И вы становитесь Полноценным чатланином Значит За хамство Ругу И не всякие гадости Будет Жесточайший бан На всю жизнь А к хорошим людям Хорошие отношения В общем Живите по совести И все будет хорошо И замечательно Вот после такой Вставочки Можно поставить уже песни Вот я думал Что же поставить Давайте наверное Пройдемся по Ретро-песням Сегодня Побольше у нас будет Ретро-песен звучать Те, которые Уже Зарекомендовали И словами И музыкой себя Давным-давно Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что сегодня По одному Из современных Календарей 10 марта 2016 года И четверг По одному Из старинных Девятый день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лето Шестица Тема эфира Род Белобог Чернобог Лад И мира Свет И тьма Каков пантеон Родных богов Главный Ведущий Сурьяр И эта тема Она является Продолжением Школы Родовой Мудрости Ну что ж Предлагаю Продолжить Тебе высказываться По тому Что хотел Донести До нашего Радиослушателя А я буду Следить за чатом И выбирать Вопросы Которые По теме Которые Можно будет Потом Задать И озвучить Так Так По всему Сказанному С одной Стороной Очень много Информации Подается Надо посмотреть Сейчас Немножко Как Может быть Чуть-чуть Потому что Я говорю Отражение У меня Только Ты Если Слишком Плотно Подана Информация Давай Ее Развернем Если Считаешь Что нормально Значит Будем Потихоньку Двигаться Дальше Давай Сделаем Так Ты Вот У нас Еще Заявлены Какие-то Под Темы Внутри Этой Темы Ты Наверное Их До Конца Расскажи А потом Дальше По ходу Наши радиослушатели Вопросы Задают То есть Какая-то Реакция Будет И мы На эти Вопросы Будем Отвечать И будем Тему Дораскрывать Так что Просто Давай Доскажешь До конца То что Задумано Тобой Донести А дальше Уточняющие Вопросы Будут И будет Понятно Тогда Что К чему И почему Хорошо Остановились Мы Примерно На том Что Есть Лики И есть Силы И вот Само По себе Понятие Оно Почему Несет Себе Достаточно Много Смысла И нам Надо Это Понимать Что При Обращении Кому Либо Из богов Называя Его имя Потому что Как бы Не Нужно Давать Себе Или Пребывать В очень Глубоких Иллюзиях Что Нам Известны Безусловно Верные Имена Богов Но Как Сказали Сказали Волхвы Говорит Чистое Сердце Оно Знает Имя Истинное Того Кому Ты Обращаешься Поэтому Если Сердце Чистое И ты Обращаешься По Тому Или Иному Известному Тебе Имени Сам Образ Передаваем Через Твое Обращение Он Найдет Скажем Так Иском Адресат Почему У нас Есть Возможность Взаимодействия Донесения Получения Обратной Связи От Наших Родных Богов Поэтому Не надо Не печалиться Не отчаиваться Если Кажется Нам Что Мы Не знаем Имя Богов И Недостаточно С ними Взаимодействия Но Что Касаемо Обрядовой Практики Потому Что Во время Обрядов Мы Обращаемся К тем Или Иным Силам К тем Или Иным Богам И Собственно Гляд Призываем Для Взаимодействия Почему Наш Сам По себе Обряд Он Является Очень Серьезным Оберегом Потому Что Если Жрец Как таковой Ну Имеет Как я Говорил Достаточный Уровень Посвящения Достаточный Уровень Своей Чистоты То Как правило На его Призыв Ну Или там Не жрец В данном Случа А бредодей Более Правильно Наверное Использовать Термин То Силы Достаточно Высокого Уровня На его Призыв Откликаются И Соответственно Всем Родовичам Которые Присутствуют В обряде Это Хороший Плюс Для их Жизни Достаточно Серьезный Оберег Ну Не достаточно Серьезный По сути Оберег Наибольшей Силы По большому Счету Потому Что То что Мы Освещаем То что Мы Носим То что Мы Делаем Заговоры Мол И сотворяем Это все Работает Но Когда Нам В большей Или Меньшей Степени Хотя Б Удается Выйти На взаимодействие С высшими Силами Значит Мы Получили Уже Очень Серьезный Плюс К своей Жизни К своим Силам Это Как Таково Сейчас Вернемся Немножко Опять К вопрос О Белобоге Чернобоге Потому Что Опять же Это У нас Как заявлено В Аншлаге Для беседы То что Белобог Чернобог Свет Тьма И по большому Счету То что я Говорил То что Мы Разбирали Об этом Примерно И говорится Что Белобог Выступает Как Принцип Белобога Это Свет Созидающий А Принцип Чернобога То что Выбрало Меру Своего Бытия В Мире Яви То Переходит Ведомство Чернобога И будет Им Разрушено И поглощено И поэтому Это касается И любого Из нас И касается И любой Вещи А Сам по себе Процесс Он Примерно Мы Можем Проследить На Простом Элементе Что Как бы Некое Существо Или Некое Как бы Нечто Имеющее Бытие В мире Яви Способно Воспринимать Этот Свет И принимая Этот Свет Доходит До какого-то Уровня Своего Развития Вот Если Оно Дальше Так сказать Ну потому что Либо оно Таким Создано Либо Оно Это существо Отказывается Воспринимать Свет То значит Постепенно Взаимодействие Со светом И возможность Его Воспринимать Поглощать У этого Существа Она Прекращается И соответственно Цветимость Его Как таковая Начинает Гаснуть И Любое Существо Или там Любое Имеющее Своё Бытие В мире Яви И Не обязательно Это то что мы Как бы Относим К живой Природе Или Относим К неживой Природе Это всё Находится В едином Принципе Белобога И чернобога Всё примерно Так же Просто Меры И сроки Бытия У каждого Свои Если Возьмём Для примера Яблоню Яблок Вот Яблоня Живёт Она Принимает Солнечный Свет Развивается Растёт Доходит До какого-то Уровня И Начинает Потом Собственно Горя Когда Сроки Меры Её Бытия В мире Яви Заканчиваются Потому что Мы знаем Что по большому Счёту Всё Что имеет Себе Живо Имеет Достаточно Ограниченный Срок Бытия Яблони Некоторые Живут До 70 Восьмидесяти И дальше Лет Плодоносят Первые Лет Тридцать Это одно А другое Дело То же самое Яблоко На этой Яблоне Оно живёт Точно так же Принимает Свет Наливается Спелостью Становится Красным Спелым И Тот Количество Света Которое Оно Может Себя Воспринять Оно Тоже Достаточно Ограниченное По времени По всему И значит Тот же Свет Который Её созидал Больше туда Не помещается И соответственно Яблоко Как таково Не зёрна Которые Несут в себя Следующий Потенциал Проявления Живы Именно Ещё только Потенциал Но не Саму Живу А само Яблоко Постепенно В общем-то Гниёт И становится Чем Удобрением Для того Чтобы На этом Удобрении Могла Снова Проявиться Живо Пройдя Следующий Круг Коллагода И Солнцем Нагреет Землю И пробьются Новые Листочки И на Земле Появится Новое Яблоня Которое Принесёт Новые Плоды Что касается Людей Так как По сути Там Используется Часто Термин Что человек Это Венец Творения Оно Конечно Звучит Горделиво Но Будем Надеяться Что Когда-нибудь Мы будем Соответствовать Этому Названию Будем Двигаться В развитии Достаточно Серьёзно И далеко Но Тем не менее Человек Как таково И сообщество Людей Это Очень большая Сложная Система И соответственно Человек Он Не только Способен Поглощать Свет Как я говорил В начале Беседы Но он способен Вот этот Свет Живо Передавать Дальше Точно так же Как бы Развиваясь До определенного Момента Вот Есть такое Понятие В наших родах Да Святые люди Люди Которые являются Носителями Света Которые По большому счёту Куда бы он не пришёл Вокруг него Становится Светлее Это Примерно Один Из элементов Одно из направлений Возможного А даже Невозможного Необходимого Развития То бишь Каждый 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 из нас Потенциально Может Развить В себе Большую способность Быть носителем Света Вот Но С одной стороны Развить Способность Надо ещё Развить Качество Такое Потому что Человек Он Способен Свет К себе Призывать Потому что Как мы Знаем Там условно Белые и чёрные Ткани Чёрные Притягивают Свет Потому что Им света не хватает Белые Свет Отражают Потому что По сути Они В себе Определённый Уровень Света Несут И этот же Принцип Правила Белобога Чернобога Точно так же Касается Человека Если человек Чист И Праведен То значит У него есть Возможность Нарастить Свою Ёмкость Света Назовём её Так И Этот свет Он способен Во-первых Сам Себя Преобразовать И Потенциально И собственно говоря Волхвами Древними Передавалось Что человек Во-первых Может жить Значительно дольше Нежели живёт Он Сейчас Во-вторых Он И Имеет Возможность Преобразовывать Очень серьёзно Пространство В яви В котором Он пребывает И Соответственно Человек Ещё Может сам Подниматься Для взаимодействия Уже с более Высокими И могучими Силами Мироздания Это То Как бы То Что даёт нам Возможность Принятия В себя Света Это вот То Что касается Опять же Взаимодействия Белобога И Чернобога Подавляющее Большинство Людей Не только Там Не задумываются О своём Каком-то Развитии Или что-то Ещё Но к сожалению Таких людей Реально Очень много Они Озабочены Как бы Своим Как бы Достижением Какого-то Определённого Уровня Удовольствия От жизни Вовсе Не развития Соответственно И не задумываются Никаким образом Ни о взаимодействии Со светом Ни о том Куда бы Они могли Этот свет Для Общего И своего В том числе Благоприменить В этом И есть Ключевое Отличие Когда человек Выходит За сознание Смерта Как такового Который По сути Является Разрушителем И рода И природы И Света В яве Когда человек Выходит За сознание Смерта Он начинает Беспокоиться О том Чтобы не только Он Находился В благополучии Он начинает Заботиться О том Чтобы Во всем мире И в доступном Ему Явном мире Лад и красота Начинал возрастать И собственно Греф Все родовичи С которыми В той или иной Степени Взаимодействуют Точно так же Пребывали В благоденстве Почему Вот этот Элемент Принятия Света И отдачи Он для нас Является Ключевым Для того Чтобы мы Развивались Как только Мы Отказываемся Осознанно Или нет От этого Значит По сути То о чем Мы говорили Что у нас Есть Термины И одновременно Мы 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 Могли Мы 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 Могли Мы Многих Пантеонах Лад Включен Как Ну В тех Объединениях Славянск Которые Мне приходится Взаимодействовать Приходилось И приходится Взаимодействовать Лад Включен Как Божество Из Один Один Из пантеона Который В общем-то Ну Как правило Выводят На Термин Того Что он Как бы Приходит К согласию Там В семьях Или что-то еще По сути Более высокая Формула Проявления Лада Это равновесие Всемирья Почему Говорит В Асварге Пречистая Как вот Одна из Формул Священных Которые Повторят В Асварге Пречистая По-моему В Велесовой Книге Имеет Это место Свой источник В Асварге Пречистая Белобог С Чернобогом Перуница И через то Сейчас Дословно Наверное Не смогу Пытать Но смысл Такой Что Белобог С Чернобогом В Асварге Перуница И через то Всемирье Имеет свое Обновление И всемирье Движется И как бы Приходит К новому Своему Качеству А лад В данном случае То что мы Упоминаем Это как раз Элемент Всемирного Равновесия Чтобы Не Свет Как-то Превысил Необходимый Уровень Своей Своей яркости Своей светимости И Как бы Условно Всемирье В какой-то момент Может превратиться В светящуюся Вспышку Потому что Света стало Слишком Много И в то же время Чтобы Всемирь продолжила Своё существование Точно так же Пределом Равновесия И лада Как Божественной Сущности Уравновешивается Темное Начало И светлое В данном случае В них нет Противоречия Как в целом Но есть Как бы Уровни Взаимодействия Потому что Когда Свет Начинает Рассеиваться Слишком сильно Как вот Ночь Сварога И Светимость Ту Которую Мы получаем От источника Она Начинает Слабеть Тьма Постепенно Забирает Свои Уделы Всё больше И больше В мире Во всемире Сейчас Как Большинство Уведающих Принято И в этом Есть согласие Что наступает Уже Даже не утро А день Сварога И соответственно Свет Идущий От источника Всемирия Сейчас будет Проявлять Большую силу И По сути Тут Почему нам Необходимо Всем развиваться Что есть Возможность И одновременно Необходимость Вот это Новое количество Света Воспринимать А через Восприятие Возможность Это Использовать Этот Свет Для Сотворения В котором Мы можем Пребывать Так вот И соответственно Почему у нас Как бы заявлено Лат и мера Лат Это Равновесие А То что Как сказать Определение Меры Когда Условный Человек Или Любое Другое Имеющее Бытие Своё В мире Яве Переходит Из Как бы Меры Белобога В меру Чернобога Тогда Когда ты уже Не можешь Себя Помещать Свет Или отказываешься Осознанно Или неосознанно Это делать Или Как вот у яблока Сколько оно могло В себя вместило И поэтому Срок Его События И мера Его бытия В мире Яве Заканчивается И точно так же Это касается Любого из нас Что каждый Когда Проживает Определенный Срок С одной стороны А с другой стороны Уже не способен Воспринимать Свет Идущий Из Миров Горних Он Становится Тем Чья Мера Уже И Как сказать Деяние Переходит Ведомство Чернобога И Остается Только вопрос Того или иного Срока Когда Его время Бытия В этом мире Закончится Алексей Алексей Да я здесь Я на связи Я никуда не уходил Я тут забыл Хорошо Сразу стало легче Да ты хочешь что-то Спросить Или Как-то Вопросы Может быть Что вот Я же могу Говорить Я понимаю Нет просто Ты учитываешь Что вопросы Поступают И если Вот ты тему Более-менее Закончил Хотел сказать Тему Да Я более-менее Раскрыл Как бы Вот Сейчас Тогда Сейчас Маленький Этот Сведу Условно То что я Изложил В какую-то Общую мысль Большей части Да И Чтобы каждый Человек Мог Мог В практике Своей жизни Использовать Те знания Которые Мы По мере Своего понимания Пытаемся Передать Конечно Для этого Все эфиры у нас идут Чтобы практика Какая-то была Чтобы люди Что-то осознавали Люди часто Говорят Очень Много Умных Вещей И Как бы Сам Порой Люблю Задать Вопрос А Как бы Хорошо Красиво Там Вот 150 Миллионов Лет назад Было Это Там 600 Тысяч Лет Назад Это А Сегодня Что бы Нам Делать Куда-то Двигаться Так Вот Что Касаемо Как Было Заявлено Значит Род Как Таковой Даже Когда Мы Его Называем Всебогом Это Не Подразумевает Что Это Некое Безусловно Нами Воспринимаемое В цельности Личность Это Как бы Огромное Огромное Количество Всевозможных Проявлений Которые Пребывают Вне Времени Вне Пространства И Когда Мы Обращаемся Обращаемся Или Обращаемся К Богу Мы Понимаем Что Ко мне Часто Люди Обращаются Кому Из Богов Обращаться Если Вы Обратитесь К Богу На том Уровне Вашего Восприятия На том Уровне Вашего Восхождения Личного Вы Все равно Получите Ответ Почему Потому Что Он Един И Много Проявлен По Большому Счету Как Если Утилитарно Смотреть От Земли От Самых Нижних Пределов До Самых Вышних Небес Это Единая Ость Через Которую Всемирие Себя Осознает И Себя Воспринимает Почему Мы Обращаясь К нему В любом Виде Мы Все равно Всегда Получаем Тот Или Иной Уровень Отклика Который В большей Степени Зависит Именно От Нас А Не От Того Что Условно Тот Кому Мы Обращаемся Призрел На Нас Не Призрел Насколько Мы Чисты Насколько Мы Искренни Почему Я говорю Искренность Искра В сердце Она Как раз И Позволяет Пройти Вот Этот Элемент Обращения Вот И Соответственно Как бы Проявляясь Во всемире Да Род Как Я уже Мы Разбирали В одной Из прошлых Бесед Проявляет Себя Как Правило Первое Кон Вот И В этом Коне Как бы Одни из Высших Правил Принципов Это Принцип Белобога И Принцип Чернобога И по сути Как В Славянстве Израилю Не было Такого Восприятия Что Свет Слишком Сильно Отделять От тьмы Потому Что Все Знали Что Есть Свет И Есть Тьма И Поэтому Говорили Есть Боги Светлые И Есть Боги Тымянные И По Большому Учету Вот Эти Принципы Белобог И Чернобог Они Распространялись На тех Богов Которые Светлые И Чернобог На тех Богов Которые Были Тымянные И Соответственно Древние Боги Такие Там Как Велес Такие Как Макош Они Имели Одновременно Достаточно Много Ликов Они Они Не Не Были Опять же В Едином Лике Или Образе Представлены Почему Потому Что Они Пребывали И В Свете И Во Тьме И В Яве И В Наве Одновременно Поэтому Сам По Себе Принцип Белобога Чернобога Он Подразумевает Что Есть Созидание И Есть Обязательное В данном Случа Разрушение Как Элемент Обновления Всемирия Обновления Всемирия Возможности Проявления Во всемире Новых Образов Новых Форм Вот И Это Как раз Один Из Высших Принципов Что То Что Проявляется Посредством Света Как Силы Или Духа Родова Оно Набирает Определенное Количество И Качество Света И Потом Преображается Ну Как Вот Зернышко Семечко Сначала Становится Ростком Потом Становится Большой Яблоней Потом Дает Следующий Урожай Яблоки Которые Уже Следующий Элемент Творения Зарождение В себе Пронесут А Сам По себе Момент Оценки Равновесия Как я Горел Между Белобогом И Чернобогом Он Осуществляется Правилом Ладо Или Богом Ладом И Как бы Идет Постоянный Счет Сроков И Меры Для Каждого Живого Существа И любого Другого Вещества Представленного Мире Яю Когда Наполняется Ну вот Условно Наиболее Имеющие Низкий Уровень Вибрации Среди Проявленных И живых Элементов Мы могли бы Назвать Минералы Камни Но они Проходят Миллионы Лет Они точно Так же Превращаются В пыль Входят В новые Химические Соединения Которые Потенциально Как В самой Схеме Творения Которой Мы Придерживаемся Потенциально Могут Стать Частью Живого Мира И Все В этом Мире Примерно По той же Восходящей Спирали Развития Принятия В себя Света Развивается И То Что Себя Не Способно Или Отказывается Как Что касается Человека Или Вот Допустим Яблоко Или Яблоня Что оно Какое-то Количество Света И тепла Может Себя Принять А дальше Уже Не может На этом Элемент Ее Развитие Или Человека Как Существа Заканчивается Вот Примерно Так Алексей Ну что ж Уложился Уложился Давайте Тогда Продолжаем Нашу Ретро Дискотеку Сегодня Я буду Ставить Старые Песни Которые Уже Заслужили Доверие По своей Музыке Содержанию И После Музыкальной Паузы Продолжим Разбирать Тему Уже В форме Вопросов И ответов Вопросы Напоминаю Те Будем задавать Которые Поступили В чат Нашего Радио В эфире Народное Славянское Радио Ответы На вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что По одному Из современных Календарей 10 марта 2016 года Четверг По одному Из старинных Девятый день Месяца Пробуждения Природы 7524 Лета Шестица Род Белобог Чернобог Лата Мира Свет Тьма Каков Пантеон Родных Богов Такова тема Сегодняшнего эфира Главный Свет Сурьяр И мы Переходим К вопросам От наших Радиослушателей Которые Были Написаны В чате Народного Славянского Радио Итак Первый вопрос От Владимира Изматищ Сурьяр Проявление Она способна Со светом Взаимодействовать Поэтому Вот эта Разница А то что Как сказать Сам по себе Вопрос Подразумевает Не ведет ли К искажению Там Дуализм Да Упрощение Такой Чернобог Белобог Вот Почему я говорю Что над Принципом У нас же не сведено Все к одному Только это Или только это Потому что Над Всем этим Есть Род И сказано Выше Кона Только Род Всевышний Вот И все Соответственно Принципы Порождены Но они Порождены Либо Лишь как Ну не лишь А во всей Своей полноте Как инструменты Самого Процесса Преображения Вот и все Просто как Происходит Этот процесс Преображения И к чему Он приведет Условно Своей Какой-то Более развитой Или там Может быть В конечной Стадии Мы можем С одной стороны Предполагать А с другой Стороны Как-то Имея Достаточно Долгий Ретроспективный Взгляд В дальнее Прошлое Мы понимаем Как это Примерно Развивается И Потенциально Можем Предположить К чему Это придет С одной Стороны А с другой Стороны Смысловая Составляющая В нашем Обычии Нашей традиции Родовой Она достаточно Четко Определена Что Нам на том Уровне Бытия Всемирия В котором Мы находимся Нам надо Развиться Принять Себя Большее Количество Силы Мысли Света Родова И в общем-то Уподобиться Ему Возможности Сотворения И на сегодняшний день Это более чем Достойный Смысл События Каждого человека И события Общин Людей И родов Людей Вот таким вот Поэтому Тут не вопрос Вырождения Или невырождения А что касаемо Религиозной Составляющей Тут Можно конечно Тешить себя Теми или иными Красивыми Эпитетами Словами Что вот У нас Только вера А религия Нам Не нужна И неведома Если мы Как уже не раз Обращались Во время бесед Что религия Сама по себе Это просто Возможность Реализации Своей веры Для тех людей Которые не занимаются Безусловной Безусловным Духовным развитием Или духовной практикой Что у них есть Возможность Сохранять в себе Определенное Качество И уровень Светимости Через Определенные Обрядовые Практики Которые Если мы Как бы Будем Перед собой Достаточно честны Мы как бы Относим Все таки К религиозным Практикам Можем другое Слово Здесь употребить Но смысл Примерно такой Делай то-то и то-то И будет Вот так-то и так-то То есть Ты делаешь Некое Непосредственное Делание Которое Во всем мире Отзывается Вот таким Или иным Ответом Вот что По большому счету Религия Как таковое А не Вот этот элемент Что как-то Слепую Слепое Там безусловное Доверие Там верой Я бы не хотел Это слово Называть Называют Навязанное Причем доверие Называют Религией Это не то Это не то Поэтому тут Непротиворечия Нет У нас Не является Дуализм У нас есть Цельная система Просто Мы Обозначаем Как два Первого Правила Которые Являются Ну условно Берегами Течения Событийности Всемири Событийности То есть Бытийности Всемири И рода Как родоначальника Прародителя Всемири Хорошо Следующий вопрос Данил Ну вернее Как не вопрос Реплика Пантеон Это подобие Родового круга Богов Наверное Лучше так говорить Ну Тут Нет Противоречия Почему я говорю Что Мы В своем Как внутреннем И Достаточно Многим Количеством Людей В том числе Ведущих Приходилось Общаться Никого Не корежит И Как правило Подавляющим Большинством Принят Вот этот Термин Род Небесный Да Это круг Всех наших Светлых Предков Самых Вышних Богов Первого Рождения До Богов И в том числе Игрегиальных Сущностей Которых Тот или иной Род В состоянии Породить Сам При условии Что В этом Роду Есть Люди Достаточно В уровне Ведающие Которые Способны С этой Сущностью В той или иной Степени Правильного Взаимодействия Скажем так Ты несколько раз Сказал Слово Язычник Произнес И вот Ингварь И Геннадий Ствери Вопрос И еще там будут Вопросы Написали Ингварь Написал Вопрос эфира Разве язычник Это не чужие Странец Язычество Как мировосприятие Впервые слышу И Геннадий Ствери Написал Язычники Для нас Разве не христиане Вот такое Разделение Пошло Много людей Очень много Интересного Наговорили За последние 10-15-20 лет И давая Тем или иным Словам Свои Определения В прошлой беседе Корень Или звук Или слог Яз Все-таки Более-менее Разобрали Обращаясь К тому Что кон Языч Тот кто Через звук Постигает Потому что язык Одно есть Там по-моему Дали Или в каких-то Словарях Что Язык Это народ Но С одной стороны Народ В достаточно Большой степени Является Порождением Языка Почему Но язык В своем Изначальном Выражении Это звук Через который Описывается И воспринимается Окружающий мир Вот что такое Язык А потом уже Когда Вот это Миропонимание Я не говорю Ведическое Потому что Еще это Доведическое Миропонимание Для Развитых Или неразвитых Вот Возникает И Языческое Миропонимание То бишь Попытка Первичного Описания Мира Посредством Звуков Из звуков Складываются Слова Из слов Складываются Понятия Из понятия Вот возникает Языческое Миропонимание Как таковое Поэтому Тут Не вопрос Что Как бы Язычник Языче Никакой Это как Печник Значит Печниче Тоже Никакой Само по себе Как бы Мы Не можем Сейчас Дословно Сказать То есть Родилось Это слово В первом веке Нашей эры Или там В семнадцатом веке Как нам Часто говорят Что типа Язычники Это порождение Само по себе Термин Порождение Ну вот Христианских Ну Последователь Христианства В том Или ином Виде Поэтому Само по себе Вот если мы Яз Ну вот Потому что Есть Как буквица Как разбор Нескольких Слоев Букв И Потому что По Одному из понятий Оно под собой Имеет Достаточно Серьезное Основание Что за каждой Буквицы Раньше Обозначался Кто-то Из богов И обозначался Его удел Вот Сейчас Это знание Во всей полноте Мы проявить Пока не можем Даже Скажем Многое то что Ведомо Оно и сейчас Должно Как бы Проявиться Уже на Следующем На новом витке Следующий уровень Понимания Это Кодово-слоговое Письмо То есть Каждый слог Включал в себя Уже набор Образов Но Этот набор Образов Более четок И более Лаконичен Чем Попытка Через несколько Слоев Буквицы Пробиваться Поэтому Яс Это Звук Большому Зычный Слово Знаете Языче Языче Зычный То есть То что Производит Звук По большому Учету Так вот Язык И звук В данном Случае Мы Как бы Могли В той или иной Степени Посчитать Синоним Потому что Язык Он возникает Посредством Звук Дело в том Что надо Учитывать Иногда Еще и Написание Какие Буквицы Где вставлялись Вот например Слово Язычник Это может быть Народ Племя Языче Это может быть Через другую Букву написано Это может быть Представитель Нашего народа То есть Не просто Племя А именно Представитель Народа Языченик Это может быть Изгой Из нашего Рода Язык Это может быть Представитель Чужого народа Если по-другому Написано Опять же Языченик По-другому Опять же Написано Неизвестно Кем сотворенный То есть Здесь вариантов Написания Если мы Начнем Буквицу Погружаться Огромное количество Поэтому Когда Ты стал Говорит, что там наговорено много Разные люди с разных позиций говорили Мы иногда, когда слушаем выступление Какого-то известного, уважаемого человека В каких-то кругах Мы почему-то все время Не полностью воспринимаем то, что он говорил А выхватываем какие-то фразы из контекста И у нас получается, что вот однозначно Это только так, и по-другому никак А ведь даже вот я привел Пять вариантов написания Сейчас я буквицы не называю Но там есть уже внутри этих Пяти вариантов уже есть отклонения и изменения Поэтому надо смотреть Что конкретно говорил тот или иной человек Чтобы потом не получилось так Что вот кто-то там сказал И вот это истина в последней инстанции Все хорошо к своему месту Все хорошо на своем месте В свое время Не просто выдергивание из контекста Нас все время приучили К дуальности нас приучили Или хорошо или плохо Вот так, или по-другому никак И мы, как это в трех соснах, блуждаем И друг к другу мы ругаемся и спорим Поэтому здесь надо учитывать И вариант, который ты сказал И варианты, которые существуют По буквице, по слоговому письму И так далее Дальше ведь необходимо учитывать Еще временное, пространственное Когда эти слова применялись В каком контексте применялись На каком, скажем так Каким современным понятиям Алфавит, они были написаны Что это была Буквица, черты, резы, руны И так далее У нас вот приучили Вот как вот дурачков приучили Однозначно, однозначно, однозначно Вот мы копии ломаем друг другу Там по голове бьем Ошеломляем друг друга А толку-то никакого нет И поэтому возникает Разное течение Эти там фанаты того Эти фанаты другого Зачем? Ну ладно, давай дальше пойдем Градарствую тебе, Алексей В принципе, ты как бы подровнял Шероховатости моего изложения Но в данном случае Тут согласен с тобой полностью Да, потому что Если уж заканчивать так Ну представьте себе Вот есть несколько вариантов Происхождения русичей на этой земле Кто-то говорит Вот когда человек себя стал Осознавать человеком То появилась самая первая Религия язычества Тогда мне стоит вопрос А что, до этого были обезьяны? То есть человек по Дарвину получается Произошел от обезьяны Он эволюционировал Потом в конечном итоге Себя осознал Но это же дарвиновская теория Есть другая теория Которая очень хорошо В библейский формат вписывается Что создали из глины После этого появился избранный народ Его несколько раз уничтожали Он там возрождался Через определенных людей Потом приходили посланники Давали что-то и так далее Он разросся, увеличился Как и было сказано В некоторых священных писаниях И после этого, не пойми откуда Появились эти недоумки Русичи Полулюди Полузвери Говорящие на неприятном языке Варвары И так далее Почти звери Это другая теория Которая пересекается С дарвиновской Так или иначе Только там от обезьян Здесь не пойми вообще от кого Какие-то там потерянные колена Смесь с кем-то и так далее А есть третья теория Ну их несколько Ну третья самая такая Еще известная Когда наши предки Боги Здесь появились Оставили потомство Оставили наследие Рассказали как жить Чего и так далее И с тех пор Вот мы живем Но с тех времен прошло Много очень времени С тех времен Было очень много неприятностей Происходило Люди деградировали Приходили помощники различные Начиная от Велеса И заканчивая даже Богом И другими И знания как-то корректировали Что-то привносилось Но при этом Наступали новые времена Когда старые знания Уже в полной мере Нельзя было применять Поэтому корректировка Вступала в действие И что-то там отсеялось Что-то забывалось И вот отсюда мы понимаем Что очень много существует Разновидностей Течений Взглядов А потом Когда началось Искусственное уничтожение Не просто катаклизм А искусственное уничтожение Людскими силами То тогда и навязывалось Новые истории Что еще что-то появлялось Вот Рыбаков упомянул Такие известные труды его На них ссылается очень много людей И не берут во внимание Что он-то описывал Достаточно небольшой промежуток К времени И там уже было Очень много чего Уничтожено и потеряно И он-то брал Это из тех хроник Которые писали не совсем Друзья Русичей Так что вот это все Надо учитывать Неоднозначно говорить Что Рыбаков прав Или Рыбаков не прав Что тот прав Или тот не прав Что вот эти веды верны Или вот эти неверны Целостно относитесь к миру Будьте более спокойны Здравомыслящие Все у вас будет в порядке И наконец-то Тогда вы станете теми Кто должен себя Называть азом То есть Богом Воплотить человеческое На земле Наследником наших Великого мудрых предков Ну давай дальше Да Продолжим Вопрос в эфир От Владимира Измытища Сурьяр Ты ведь общинник Наблюдается ли Проекция Рода Небесного На членов общины Один Образно говоря Образно говоря Слово Словно сварок Другой Как даже Бог И так далее Или нет такого Иными словами Проецируется ли Матрица Рода Небесного На общину Такой Вопрос Не то чтобы Непростой Я скажу Немного Проще То что Во-первых Ведомо Безусловно И мне в том числе Что Каждый из нас Да В себе Несет Практически Все силы Которые созидают Все миры То бишь Все Основные Уделы Сил Которые Держат Все миры Точно так же У нас Присутствуют Просто Когда Люди Пытаются На себя Почему Я говорю По Именно Речениям Категорически Не рекомендую Людям Пытаться Принимать Ну По разным Объединениям По разному Происходит Именно Речениям Потому что Я Сторонник Все таки Того Что Человек Ведающий Сведающий В достаточной Мере Он Способен Узреть Ход Личности И сущности Того Или иного Человека Во всем мире И через это Воспринять Принести Ему Правильное имя Поэтому Когда Люди Бывают Что Хотят Имя Того Или Иного Бога На себя Воспринять Тот Или Иной Лик На себя Вытащить Это не Является Хорошо Объясню Почему По самой Обрядовой Практике Мы Обращаемся К тому Или иному Богу Божеству В Понимаемом И воспринимаемом Нами Пантеоне И Как я говорил Что Если ты знаешь Истинное имя То Это Те Кто Это имя Носят Они На него Откликаются И соответственно Человек Не Как бы Не имеющий В себе Неполноты Непонимания Пытается Условно Подменить Собою Некую Высокую Сущность К чему Это Приходит Что Человек Получает Достаточно Большие Проблемы Потенциально Все Потому что Носить Имя Высокого Рода Это Не Не Является Ну Высокого Рода В данном Случа Кого-то Из Божеств Не является Правильным С одной С одной А с другой Стороны Если ты Как сказать Достойный Сын Да Или там Дочь Достойного Рода Благого Значит У тебя Есть все Шансы Пополнить Тем Именем Родовым Который У тебя Будет Пантеон Родных Богов Дерзай А Как бы Принимать На себя Там Или пытаться Подменять Собою Или Вставать На пути Как бы Добрых Треп Добрых Мол К Роду Небесному Через Принятие Того Или Иного Имени Я бы Не следовал Но это Так Немножко Отклонение А так По сути Каждый Из нас Несет Себе Начаток Четырех Варм И Какая-то Из Варм Проявлена Более Сильным По большому Счету Те Которые Идут Путем Духовного Постижения Ну и достигают Определенных Каких-то Успехов Высот В этом Деле И Они В состоянии Проявить Три Или Четыре Варны В себе И Собственно Глядя После этого Человек Как правило Получает Достаточно Как бы Хороший Уровень Ведания Скажем так Поэтому По большому Счету Как Глядя На Общинников Так как Я Ну Не Не Являюсь Общинником В плане Того Что я В какой-то Общине Своем Служение Своё Деяние Прохожу Потому что Несколько Общин И я В общем-то Для них Являюсь Духовным Наставником Ну Проводником По возможности Своей Поучения И Поэтому Я смотрю Как В какой Общине Как Какие Люди Проявляются Поэтому В первую Очередь Определяются Варны Людей И Как бы Какие-то Стараюсь Находить Возможность И Подсказать Как Расширить Свой Спектр Восприятия Света Вот так Скажем Настроиться На Возможность Принятия Светимости И Проявления Ну Вот Надеюсь Наверное Ответил И Как бы Тут Не Вопрос Что Мы можем Каждого Человека Там Назвать Ну Там Ты Типа Как Сваров Ну Ты Чистый Перун Вот Ты Крутишься Вот Ветром Тебя Гоняет Наверное Ты Стребов Какое-то Отношение Это Как бы Наш Не Не то Чтобы Досужие Домыслы Это Просто Попытка Там Подменить Какие-то Вещи А так Любой Из нас Развиваясь Обращается К тому Или иному Из богов Потому Что Каждый Бог Отвечает За Активацию За Развитие То или иной Ипостаси В каждом Человеке Хочешь Вот это Там Ярости И силы Обращайся К Перуну Хочешь Мудрости В земных делах Обращаешься К Велесу Хочешь Как там Здравия Обращаешься К Мокоши И каждый По большому счету Со своей Требой Каждому Богу Там Не Каждой Богине Не то Чтобы Как сказать Как бедный Проситель А просто По Родству Своему Обращаешься И получаешь Вот это Примерно так Алексей Хорошо Еще три минуты Есть Давай вопрос Задам Попробую на него Ответить Уложиться От Олега Из Иркутска Здравия Своя Имели ли в копном праве Право голоса мужчины В семейном союзе Которых По той или иной причине Не было совместных С супругой детей Или имелись Усыновленные Ну Вот Чтобы так Конкретно Ставился вопрос Я Как бы По тому Пониманию Которое С одной стороны Есть у меня И потому Под теми Изводами Извод Это как бы Ну как бы Передача Определенное Знание Там где я сталкивался Такого Вот Как бы Обозначения Четко не было Потому что С одной стороны Если То или иной Паре Не удается Принять Как бы Радовичей Из Светлой Нави Признать Призвать Кого-то Для продолжения Своего рода Это уже Показатель Того Что Есть Достаточно Большой Уровень Искажения В Как бы В родовой Линии И Соответственно Как бы Когда такой Там Человек Или представитель Такой Семьи Допустим Накопи Появлялся Ну Как Его Слово Даже Если бы Он Потому что Как Одно из Первых Обозначений Что должен Быть Справный Хозяин Справный Хозяин Это значит Уже Как правило Выросшие Дети Которые Там Либо Уже Выделились На Свои Его Делы Либо Еще Живут В Отчим Доме Это Так Поэтому Как правило Вот такие Потому что Усыновленные Дети Это Как бы Может быть Не может быть А по сути Дело Благое Если Как Других Возможностей У людей Там Передать Как бы Добро Там Не растраченное Сердце Своего Нет Никакого Это Хорошо А так По сути Да По Так Как Мы Идем К тому Что Родовые Общины Определяют Все А Одна Из Первых Ипостасей Это Значит Продолжение Одна Из Первых Заповедей Задач Любой Родовой Общины Это Продолжение Роды Соответственно Если Какая-то Семья В этом Роду Не может Выполнить Эту Заповедь Ну Там Значит Вопрос Но Никто Не говорит Что У Такого Человека Не может Быть Безусловно Искреннего Чистого Сердца И Великой Мудрости За Которая Ко Помогла К нему Обратиться Тут Нет Безусловного Отказа Хорошо Я Тебя Понял И Заключение Еще Тоже Скажу Бывает Из Каждого Правила Исключение Бывает На Войне Например Человек Получает Какое-то Увече Что Он Просто Не Может Дальше Продолжать Свой Род Но При Этом Он Храбрый Воин Он Сильный Он Мудрый И так Далее Так Что Имейте Ввиду Что Если Мы Берем Просто Букву Закона Примитивными И Столь Дуальными Всегда Относились Они К этому Миру С Пониманием С Веданием А дальше Прерываемся На Взюкальную Паузу Прежде Чем Поставить Ее Я Хочу Сказать Поскольку У нас Сегодня Ретро Такая Вечеринка По музыке Получается В Советском Союзе Про Эту Песню Даже Ходили Свои Анекдоты Настолько Она Была Популярная Например Подходит Один Житель Кавказа И В ресторане Просит Сыграть Сыграйте Пожалуйста Песню Где Мама С Папой Не Живет Что Не Знай Такой Песни Да Ладно Она В каждом Телевизоре Звучит Радио Звучит Да Давай Играть Что-то Ломаешься Да Не Знай Такой Песни Ну Конечно Долго Долго Выясняли И Вот Какую Песню Имелась Ввиду В этом Узнаете В эфире Народная Славянская Радио Ответы На Вопросы Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио 10 марта 2016 года Четверг По одному из современных Календарей По одному Из старинных Девятый день Месяца Пробуждения Природы 7500 Двадцатого Лета Шестица Род Белобок Чернобок Лат и Мира Свет и Тьма Такова тема Сегодняшнего эфира Мы отвечаем на вопросы Вернее даже не мы А вопросы задаем Сурияру Вопросы Непростые Вопросы Которые появились В чате Народного Славянского Радио Так что Если вы еще Не в чате Завидуйте тем Кто может Задать вопросы А вы их только Можете слушать Итак Переходим К следующему вопросу Геннадий Из Твери Сурияр А может Вар А не только Вар Алексей Будь ласка Поясни чуть-чуть Ну ты говорил Что вот Есть варганить Вар и так далее А здесь уже Уточняем Может здесь Не просто Вар А еще и Вар Ну наши Например Там известные Такие Упоминания О том что Русичи Шли в атаку И кричали Врагам Вар Вар То есть там В землю В землю В землю Да Как бы мы Согласен Потому что Само по себе Не вар А вар Все таки По большому счету Слово Варяг Оно тоже Имеет под собой То или иное Основание Почему Потому что Всевеликая тьма Каковой является Океан В представлениях Наших Предков По большому счету Точно так же Назывался Вар Часто Почему Я говорю Как бы Корабли Тоже Назывались Вары А то что Ра Свет Нисходящий Ар Арий Свет На земле Стоящий И ар Земля Или земля Нин Как много Обозначений Я не вижу Тут противоречия И Вполне Возможно Потому что Как бы Клич Ура До нас Дошел Остался Клич Вар Как бы Вполне Мог быть Просто Я не Сталкивался С Источником Что вот он Именно так Упоминается Таким образом Существует Еще несколько Теорий О том Что такое Арии Одни говорят Что Арии Это уважаемые люди Ну Арии сто крат Да К примеру Такая очень Интересная теория Которая нравится Многим И я придерживаюсь Что если так То да Хорошо Арии Это как Те которые Покоряли земли То есть Которые Приходили Например Первыми На какую-то землю Ее обустраивали Подготавливали В плацдарм Для высадки Своих сородичей Приезжали там Прилетали другие И уже Эту землю Осваивали Ну это как дополнение Да Арии Как землянин Тут тоже Не противоречен Да Тем более Что по одной из теорий Помним Да Что первые Кто поселили Посетили эту землю Как раз там Присутствовала Арии Ну только Свои там Войны Арии Потом там Войны Арии Которые не всегда Воевали А были больше Учеными И только после этого Когда воины И ученые Эту землю Обосновали Уже исследовали Хорошо Подготовили Тогда уже Прибыли все остальные Ну одна из теорий Вот там как раз Арии были первыми Ну не будем сейчас В эти дебри Углубляться Я думаю Что всем Кому захочется С этими теориями Познакомиться И смогут Для себя Сделать вывод Что же Ближе им Следующий вопрос Миколаевич Вопрос в эфир Как между собой Уживаются Белобок и Чернобок Они противоположны Ведь друг другу Они Все таки Не противоположны Потому что В Вот эта вот Дуальность Как условно Бог И Дьявол То что В Иных Каких-то Верованиях Есть Типа что Они Находятся В постоянном Противостоянии Сам по себе Наш обычай Он подразумевает Что мы Всемирие Через свое Миропонимание Воспринимаем Целым И Как бы Понимаем Что есть Силы И Созидательного Толка И силы Разрушительного Толка И Те Скажем Силы Или лики Более Там Ну не мелкого Наверное А Как бы Проявленные Как личности Они вполне Могут Принимать На себя Восприятие Или не Восприятие А Делание Свое В В том Или Ином Принципе В принципе Белого Бога И в принципе Черного Бога То бишь Могут Пособствовать Созиданию Развитию Живы А могут По большому Счету Не то чтобы Способствовать Там Восей Полонки Хотя И способствовать В том числе Если Лик Выделен Из Почему Тут Что Все ли Пространство Перекрывается Коном Рода Конечно Все И в общем-то За Кон Выйти Не может Никто При всем Желании Даже если Бы захотел Это То что Касается Нашего Всемиря Поэтому Те силы Которые В принципах Белбога И Чернобога Находятся Они не Являются Как бы Противостоящими Друг Другу Просто Каждый Выполняет Вот Те Которые Включены С одной стороны В наш Пантеон И в те Которые Находятся В мире Нашего Восприятия Потому что Есть Сущности Которые Ну Я и Просвоил В этом Могу Сказать Что я С такими Сущностями Сталкивался Которые Уже Не Имеют Источника Светоносного Для Своей Жизни Вот Они По большому Счету Пользуются Тем Светом Которые Способны С того Или Иного Человека Или С того Иного Рода Или С того Иного Народа Получить По большому Счету Да Они Могут Устроиться Как Паразиты Присосаться И Способствовать Разрушению По большому Счету Не только Рода Но и Народа Потенциально Какого-то Почему Потому Потому Что Они Пользуются Этим Принципом Но Не Являются Его Подателями Это Надо Понимать Что Там Где Условно Ваша Частотная Вибрация Скажем Так Или Ваша Светимость Упала До Определенного Уровня Вы Выходите В Ведомство Чернобога И Собственно Говоря Каким Образом Вы Будете Порушены Это Уже Как Казать Вариантов Мириады Множество И множество Различных Поэтому Тут Надо Воспринимать Что Принципы Сами Себе Не Несут Как Зла Потому Что Они Как Для 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 Чего Для Того Чтобы В Всемири Имела Возможность Преображаться И Во всем мире Могли Проявляться Новые Формы И Новые Деяния Как Таковые Ну А Те Из Сущностей Которые Там Ну Пребывали Развились Они Могут В том Или Принципе Пребывать А Даже Если Мы Возьмем Ту Же Богиню Макош Или Из Древних Богов Или Того же Тот и тот Лики Одновременно И Светлые И темные По большому счету И Кроме них Еще Определенное Количество Богов Которых Мы Приносим Зачисляем Свои Пантеоны Они Точно так же Имеют И Светлые И темные Лики Это Вот Что касается А Сами по себе Принципы Это Просто Принципы Движения Всемири Как бы Что такое Всемири Это Кола Постоянно Вращающихся Проявляющихся Сил Творений Явлений Света И Тьмы Когда Все время У нас Здесь Разоходят Разговоры Про Чернобога Белобога То Копия Опять Столько Ломается Но все Пытаются Друг другу Доказать Да он Такой Да нет Он Секой Да он Этакий Да он Розетакий Да он Хороший Нет Он Плохой И так Дальше Мне вспоминаются Такие Притчи Рассказ Про человека Который Все время Плакал Что ему Плохо В этом мире Живется Вот День Ночь Я стремлюсь К свету Меня все время В ночь Отбрасывают Ну и Жалясь над ним Боги Решили ему Устроить праздник Души И сказали Хорошо Будете Только один Свет И он Через какое-то Время Взвыл так Что Все стали Уши затыкать Что ты орешь Да тут Невозможно Тут Вообще Жить Невозможно Отдыха Никакого Нет Ничего Один свет Сплошной Что вы Наделали Говорит Ты же просил Ты же просил Больше света Не Не Давайте Обратно Бросайте Только не в то Где мне не нравится Вот так Чернобогу Ну ладно Бросили его Через какое-то Время Там опять Вой поднялся Что такое Да что ж Такое Тут темень Вообще Все Я уже Выспался Я уже Отдохнул Там сил набрался А проявить себя Не могу Потому что Вот Нету там Света Короче Что ты хочешь Верите меня Туда где я был То есть К изначали Надо понимать Что Человек Все воспринимает Так Как он может Воспринимать Силу своих Возможностей Которые ему Граничены Его внешностью Его мозгами Его знаниями Умениями И так далее Поэтому Когда мы Отвергаем Что-либо одно И хотим Стремиться Только туда То в этом случае Мы получаем Вот эту Однобокость Даже не дуальность А просто Однобокость Это еще страшнее Чем дуальность Если человек Развитой Понимающий От мир Ведущий Тогда он может Находясь в том Где он есть Быть творцом Становиться Великим человеком Становиться Азом Становиться Богоподобным Существом Для начала И потом уже Азом Все зависит От вас Перестаньте Вы рыдать Постоянно Что что-то Там не так Нас постоянно Угнетают И так далее И еще надо Понимать себе Что боги Это такие ребята Которые Не покладая рук И не смыкая глаз Трудятся Там Трудятся Для того Чтобы мы могли Не только здесь Языком двигать Но и дела делать Понимаете Развиваясь И совершенствуясь Вот представляете Что ради нас Таких букашечек Во вселенной Даже не пыли Вот эти Великие существа Пашут там Днями и ночами Создают условия Для того Чтобы мы Могли здесь Развиваться А мы постоянно Чем-то здесь Недовольны Мы просим О чем-то Постоянно Вам уже Все дано Созданы условия Ваши мысли Воплощаются Их слышат Постоянно Но вы подумайте Какой же это Кошмар Какая-то мука Постоянно слышать Нытье Ведь ваши мысли Улавливаются Вам дано Все Будьте вы Теми Кем должны быть Вот и все Перестаньте Вы постоянно Кивать на тех Кто вам Что-то не дает Делать Да все Вам дают Делать Просто Вы себе Не даете Делать Вы себе Поставили Шоры Препоны И потому Живете В этом Сортире В нижней Вой части Где Дурно Пахнет И Мокро Бывает Так Давай дальше Геннадий Тверь В эфир Сурияр Свет и тьма Разве тьма Это не Десять тысяч Тьма Потому И называлась Тьмой Что Слишком Это много Было Слишком Дофига Вот И все По большому Еще тут Нет противоречий Да Опять же Если мы Следуем Одной из Теорий Которая Тоже широко Известна О прибытии На нашу Землю Неких Существ В район Ланги То Они же Прибыли Как раз Из Сообщества Тьмы То есть Десяти тысяч Земель Так что Здесь Нет противоречия Это когда Очень много Но Видимо Он имел Ввиду Что Тьма В данном Случа Употреблялась Как нечто Темное Такое По свету А ты Пояснил Что Мрак Когда Слишком Много Наверное Тьма Становится Не продыхнуть Нету Света Да Поэтому Вопрос Что Как бы Тьма Употреблялась И употребляется До сих пор Как числительное Обозначающее Десять тысяч Вот В Каких-то Версиях Даже слышал Условно Все что Больше двух тысяч Уже обозначается Как тьма Ну вот Примерно Так И Если не сосчитать Можно назвать их Тьмой Или там Как по Ордынской Там Тумены Звались Тоже Десятипечные Войска Почему Может быть Тьма Как сказать Перенесена Потому что Мы Как вот По коду Вослогов Мы его Можем Разбирать Но с другой стороны Оно Не обязательно Имеет Происхождение Вот Как бы Арийских Родов Ну Были же Еще известны Дошли до сих пор Такие выражения Как теменник Например То есть Управитель Огромного количества Войска Или там Подчиненных Темник Теменник Да По-разному Назывались Поэтому Вот есть сотенник Десятник Там Десятский Да Есть сотенник Тысячник Тысячник Или тысячник Да Или тысячник И темник Или теменник По-разному Поэтому Тьма темущая Например Это вообще Там Как там Еще Бесчета Тьма темущая То есть Там Десять тысяч На десять тысяч Представляете объемы, какие размеры Да, грандиоза Так, дальше Вопрос у Фьера от Клима из Переславля Слово «год» было введено нам при Петре Первом Вместо нашего слова «лето» А Сурьяр не первый раз употребляет слово «кологот» Что это? По инерции говорит? Или смысл там есть какой? Ну, мы, по-моему, вопрос уже подобный был Как сказать Употребляем мы С одной стороны Я, в том числе, стараюсь придерживаться И, во-первых, слов изначальных, исконных Но в то же время Как вот «лето», говоришь, людям понятно Просто тут есть, цепляют за язык Так все-таки «колоход» или «кологот»? Я говорю, ну, ближе к нам будет «колоход» Год, как таковое, все-таки Слово у нас Это было Но обозначение его немножко другое было Все-таки Обозначало Как сказать Круг Бытия Определенный Потому И, как бы, оно было воспринято Потому что В древних словах Это слово есть Но сам по себе Его смысл изначальный Вот он, как бы, плавает Потому что оно не Не было Как бы Привнесено Потому что есть И Как бы в древних словах Оно точно так Понятно Чтобы оно начало Немножко иначе Вот Понятно Здесь вопрос такой интересный Поступил в мою сторону Такой булыжник пролетел Как можно стремиться Одновременно к свету и тьме И это примерно Как одновременно Убивать и любить Мы же не стремимся Во тьму Так? Тогда почему Ты так рассуждаешь? Да я рассуждаю так Что мы живем на земле Где есть и свет и тьма И если убрать Что-то одно Например, свет То в этом случае Не будет жизни Если убрать Темень Или мрак То в этом случае Тоже не будет жизни Потому что Благодаря единству В борьбе противоположностей Мы существуем Если вы будете жить Только на свету Представьте У вас Только один день Вот солнце светит постоянно И вы никуда не скроетесь Вы никуда не скроете Солнце светит постоянно Или Только одна темень Нету солнца вообще Тоже Никуда не выйдете Там фонариком не осветите Потому что такая Тьма Что мрак Что просто все поедает Весь свет поедает Вот А свет Если я говорю про свет То он такой Что от него тоже невозможно Он проходит сквозь стены Через все вообще Невозможно укрыться Вы глаза закрываете А что закрыли Что не закрыли Вот представьте себе Можно ли Одновременно Жить в свете и тьме Не идет разговор о том Что жить сразу Например Одна сторона вас освещена Другая темная Нет Идет разговор о том Что необходима Вибрация Сейчас день Потом вечер Ночь Утро День и так далее И растения живут По этому принципу И люди живут По этому принципу И человек развивается Так Только кто-то Больше берет К примеру Светлого И развивается К свету И переходит На другой уровень Где света будет больше Кто-то деградирует Кто-то остается На том же уровне Так что вот И пишет И пишет Что это все понятно Почему при этом Никто во тьму не призывает Как же не призывает Дело в том Что нас погрузили во тьму Можно не призывать Можно просто погружать Вот и все Нас погрузили во тьму Благодаря нашему невежеству Нашей глупости Нашим каким-то стремлением Очень высоким Неосознанным Ни на чем Неоснованным Мы все время Что-то хотим Как жадина Которая хочет Таблеток от жадности И побольше Вот это вот Из той же серии Дайте мне прямо сейчас И чтобы все сразу случилось И вот на этом нас ловят А хочешь прямо сейчас Да без проблем Вот иди сюда И все И поэтому мы живем В том вот В чем живем И поэтому вот так вот И пахнет И сыр Вот так про что я говорил Поэтому вы Просто осознайте Если бы не было Этих ребят Которые назывались Чернобогом и Белобогом Этих наших уважаемых пращуров Которые Вот Творят здесь Чтобы было Ну Было Некое равновесие И возможность развиваться То и не было бы развития Перекос Ну можно строить перекос Но просто представьте Что из этого будет Дальше Василий А ты хочешь что-то прокомментировать? Ну Там буквально Пару слов Может быть То что Никто В том плане Что не призывают Там цвет Или тьму Просто По мере своей осознанности Ты Как вот Живущий в мире яви Которая Сотворена Порождена Светом Мыслью родовой Ты принимаешь Этот свет По мере своего Непонимания Ты Движешься В сторону Почему я говорю Вот этот термин Светимость Который я сейчас Только на Что это та Норма Света Которую ты можешь Себя поместить Потому что Если ты не занимаешься Правильным делами Не обращаешься К богам Не сотворяешь обрядов Не Пытаешься Вот этот свет В себе Культивировать Воспринимать То Ты Как вот Как любой луч Не имеющий Постоянной Подпитки Ты рассеиваешься Во тьме То бишь По вседневной жизни Среди людей На сегодняшний день Так как Людей Идущих в свете Достаточно мало Мы все время Рассеиваем Свой свет И нам Надо Постоянно Находить способы Возможности Светимость Свою поднимать Чему я уже говорил Неоднократно Что Наиболее Удачная Возможность В этом плане Это Родовые обряды Там Именно только там Плотность И светимость Очень Серьезно Может быть Повышена Поэтому не вопрос Куда ты стремишься А вопрос Какой уровень У тебя понимания Потому что Да Есть масса людей Которые призывают Во тьму Типа Давайте все Порошим Другие Говорят Давайте будем Блажененькими Нам и так Будет все хорошо Нет Мы находимся В активном Деянии И понимаем Что в мире Есть и то И это И наши Деяния В любом случае Соприкасаются Со всеми Плоскостями Бытия Надо еще Уточнить Что иногда Светлых людей Которые достигают Некого уровня Развития своего И сами уже Начинают светиться То есть для них Свет уже На другой уровень Переходит Вот жили они В обществе Где все такие Серенькие Однообразненькие А он Просто превзошел Тоже уровень И в нем В нем уже Свет поселился Он уже Сам сияет Вот очень часто Таких людей Начинают почему-то Убивать Серенькие Почему убивают Да потому что Он неудобный Потому что Он спать мешает Потому что Он другим Что-то освещает Вот И для них Он очень яркий Это лампочка Которую невозможно Выключить Кроме одного Способы Разбить ее То есть Выключатель Нет А можно просто Ее саму Разбить Вот такой БТГ Генератор Ходит И светит Везде Вот И поэтому Это надо все Учитывать Но этот человек Когда стал Более светлым Сам То он Тогда Понимает Что есть еще Куда дальше Расти То же самое Здесь Вот мы сейчас Живем на земле Каждый Понимает Что слишком ярко Не очень хорошо Можно сгореть Слишком темно Тоже не очень хорошо Потому что Можно опуститься Там Или растения Будут не так себя вести Ну и холодно будет Много там Можно что сказать Про это Но все стремятся К свету Потому что понимают Что через это Через это стремление Мы сами становимся В конечном итоге Светом Стремление Это понятно Но ведь смотрите Что получается Вот здесь было написано Мы же не желаем Друг другу зла и тьмы Все желают добра и света Да Я об этом сказал Внимательно послушайте Еще раз говорю Все желают Добра и света Даже те Кто Хочет Что-то Что-то получить от вас И который хочет вас Как-то Может быть даже уничтожить Он никогда не будет говорить Я вас хочу уничтожить Он всегда говорит Я хочу вам добра и света Но при этом Делает ли он так Чтобы у вас был свет и добро Поэтому Мы очень часто Ведемся На какие-то посулы Из-за своей глупости Из-за своего невежества Из-за своего желания Но нам никто не скажет Что я сведу к тьме Но посмотрите внимательно Что происходит На экранах телевизоров Чем полна сейчас Средства массовой информации Они же полны Как раз той грязью Дрянью Которая ведет нас всех Во тьму Но они же не говорят Что во тьму Они говорят Ты самый лучший Ты самый достойный Возьми от жизни все А для этого тебе надо быть Вот таким-то Сяким Вот тебе надо хорошо выглядеть Слиза своими волосами За зубами За имиджем И так далее И тому подобное Они вроде говорят Хорошие вещи Так прослушаешься Они же за твоим имиджем Следят За твоим здоровьем В конечном итоге Ты начинаешь на них Горбатиться На этот имидж На поликлинике На больнице На лекарства На врачей На кого угодно Они никогда не скажут Тебя в темень ведут То же самое здесь И нормальный человек Который светлый Никогда тебе не скажет Что я тебя к свету веду Он просто делится Своими знаниями О том Что и как вообще Жизнь устроена Вот это понимаете Нас разводят Разводил В очередной Включили Разводят Но разводят Добрыми словами Хорошими словами Так что вот Давайте сейчас Немножко так повеселимся Чуть-чуть Включим такую Забойную песню Тоже Начало 90-х И такую Немножко Дискотеку устроим В эфире Народное Славянское радио Ответы На вопросы Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском радио Напомню Что по одному Из современных Календарей 10 марта 2016 года Четверг По одному Из старинных Девятый день Месяца пробуждения Природы 7524 лет Шестица Род Белобог Чернобог Лад И мира Свет И тьма Такова тема Сегодняшнего эфира Главный Севедущий Сурьяр Мы отвечаем на вопросы И вот здесь Сразу появилось Уточнение Лютобора О том Что в общем Понятно Вопрос Мы так и не был Понят Речь шла Про одновременность А не отдельность Скажи пожалуйста Лютобор А как ты оцениваешь Вообще Возможность Здесь на этой земле Хотя это не хорошо Вопрос Но все таки Для уточнения Что ты имеешь ввиду Безусловный свет И безусловный мрак Это первое То есть Вот Безусловный мрак Или безусловный свет И второе А как ты расцениваешь Сумерки Или рассвет Это что Свет Или это тьма Или это проявление Или это смесь Одновременная Тьма И одновременный Одновременный Свет Вот что на твой взгляд Где там больше Тьмы или света И когда больше Света становится Когда тьмы Ты можешь прям Точную секунду Так обозначить Что сейчас Стало больше света На всей земле Или больше тьмы На всей земле Вот именно в этот момент Мы постоянно Присутствуем Наша земля Постоянно присутствует И в свете И в тьме Вопрос только В уровне проявленности Того и другого Но всегда У нас происходит Смесь Смесь градаций Бесконечных Как светлых Так и темных Вот Но мы же не убираем Свет Абсолютно Бестолковые Честно говоря Это Можно бесконечно Продолжать И каждый Все равно Будет делать свое Зачем нам Говорить о том Что для всех Нас не будет полезным Давай еще Прочитаю Несколько вопросов Которые у нас Еще здесь есть Вопрос Василий Васильевич Вопрос от меня Как Сурьер Даст К изначальному Потому что Скажу вам Даже больше Что Вар Он звучит И уар И И И Яр По сути Это все Как Практически Одно И то же Слово Просто Как Транскрипция Перехода Слова Из одного Языка В другое Немножко Менялась Но Смысловая Составляющая Вот Изначало Изначальное Вот как бы Варвар Можно назвать Стремящийся К изначалу То бишь Не отделяющий Себя От источника Это раз Что там Второе Это Как бы Просто Пусть будет Моя версия Не более того Не навязывать Что Ну Значит Определение Что такое Варвар И как можно Относиться К антиподам Ра и Ар Что означает Клич Вар Вот весь вопрос Нет Антиподов Здесь нет Потому что Ра Свет Нисходящий А Ар Имеет Два Значения Да Вот По тому Терминологии Которой Придержусь Это Ар Земля Как таковое Древнее Название И соответственно Арий Землянин И плюс Еще Ар Свет Отраженный От Земли Исходящий Это Все Как По большому Счету Они Все В единое Понимание Помещаются Тут Нет Противоречий И противостояния Между Ра И Аром Тоже Нет Как таковое Потому что По сути Ра Порождающий Ар Возникающий Хорошо Благодарю Следующий вопрос От Григория Врачева Пишет Алексей Не совсем по теме Но слышал В заставках На радио Что-то Вроде Не давать Язычникам И пругание Святыни Вашей Меня Эта Аудиозапись Бивает с толку Разве Родноверие Не торжественно Язычеству И кто По вашему Мнению Тогда Язычники Ну Я не знаю Мне отвечают Но давай Все-таки Ты ответишь На этот вопрос Тут Ну Я уже Как бы Говорил Что По большому Счету Любой Человек По своему Рождению Изначальному Что он напрямую Постигает мир Вот И все Потом уже То или иное Миропонимание Или мировоззрение Как правило Потому что Миропонимание У нас Ни одна школа Ни один институт Не дает А пытаются привить Некое Мировоззрение Некий Способ Восприятия мира Вот и все Потому что Миропонимание Подразумевает Что ты Воспринимаешь Мир Как цельную систему И понимаешь Как с этой системой Ты Как часть Этой системы И как Система Находящаяся Внутри Системы Можешь Взаимодействовать Вот Поэтому Язычник Я говорю Это Изначальное Как бы Первичное Понятие Постижения Окружающего Мира Вот Потому что Я говорю Сегодня И по Кодово-Слаговому И по большому Счету По понятийному Ряду Сегодня Уже не в первый Раз разбирал Я говорю Пусть это Для вас Если хотите Останется Моим мнением Но я Вижу Что Оно работает Вот именно В таком ключе Через этот Понятийный ключ Давай еще Тоже дополню Чтобы как-то Опять в очередной раз Расставить Все на свои места Вот смотри Как мне это видится Язычие Это Опять же Мы сейчас берем То написание Которое означает Представитель народа Язык народ Вот ребенок Когда рождается Он естественно Становится Представителем народа В котором родился То есть Это Если мы Понимаем Слово Язычник Не как Изгой Чужой А язычник Как представитель народа Вот через определенные Написанные слова То в этом случае Это Народник Человек Который Как народ Представитель народа В физическом теле Познает То что его окружает Какие-то свои Наработки делает Вот именно Физическое тело Поэтому Как Понимающий Через свое Физическое тело Законы мироздания Это та основа Животное начало Дальше уже Когда человек Достигает Определенного уровня Сообразительности Маленький ребенок То здесь уже Начинает подключаться Ведание Он когда Он уже Не просто получает Какие-то Предрассудки Какие-то Поверия Непонятно На чем построены Невежество А именно Ведание От своих родов От представителей Своих родов То есть родовичей От своих Там бабушек Дедушек То в этом случае Он начинает уже Ведать эту жизнь И в этом случае Он уже уходит От базовой Жизненной Вот этой основы Животного начала Которое поняло Ну что огонь Это горячо Да вода Это влажно Там И так далее Солнце Оно бывает Очень ярким Бывает жгучим Когда там Что-то колкое бывает И так далее Когда он это понял Основу физическую Наработал То есть народность Да он все осознал Вот тогда уже Начинает проявляться Если он в правильных родах Находится Где передается Ведание Мудрость То тогда он Начинает уже Веду Получать своего рода Веду Там проявлено Непроявлено Уже осознавать На более высокий уровень Поэтому Если мы говорим Вот в этом смысле Что язычник Это Представитель своего народа Современным словами Да То есть Представитель своего рода Народа То тогда Есть первая стадия Становления Это Животное начало Понимание этого мира На животном уровне А дальше Если в правильные рода Еще раз повторяюсь То даются ему уже Ведические знания Мудрость А дальше Следующий уровень развития Когда он уже становится Человеком Передающим Свои знания Наработки То есть Он уже становится Мастером Учителем Может быть Где-то волхвом В чем-то Может быть Жрецом В чем-то То есть Через язычество Ведание Он познает Уже следующий этап И начинает уже отдавать Ну и так далее Далее Становится там уже Азом И так далее Вот Если так разложить По полочкам То одно другому Не противоречит Плохо Когда бывает Что люди Отвергая что-либо Сразу пытаются С первой ступеньки На десятую прыгнуть Так Очень часто бывает Что они разбивают Себе носы Ломают руки Ноги И потом Жалеют о том Что они стали Так прыгать А бывает наоборот Что человек Который Уперся в первую ступеньку Не хочет дальше развиваться Такие случаи Тоже встречаются Поэтому не отвергайте Своё начало И не останавливайтесь На достигнутом Потому что Ребенок На то и ребенок Чтобы познавать мир На уровне животного Юноша Для того Чтобы познавать мир Уже на более высоком уровне Уже человек Это третий уровень Там АС Четвертый И так далее Просто развивайтесь И тогда эти вопросы Все Они будут обладать Сами с собой Потому что Они будут вам неинтересны Вы будете Последовательно развиваться Пришли в первый класс Отучились Второй Отучились Третий Вышли потом С десятого Чудач Куда-то пошли Вот и всё Вот как ты думаешь Такая точка зрения Она более уравновешивает Ну Уравновешивает Безусловно Потому что Нам Когда мы начинаем Что-то вырезать Выделять Я просто Своё мнение Озвучил Да Что Я говорю По естеству своему Человек Неведающий Да Невежественно Не буду говорить Потому что Это как бы Некая Более активная точка Скажем Отказа от знания Подразумевает Что он Воспринимает Мир Вот Через что Через языче Да То есть народ Возникает тогда Когда язык у него Достаточно хорошо развит В данном случае Не сам язык А миропонимание Которое находится В этом языке Вот И поэтому Я говорю Мы сейчас Вот на сегодняшний день В современности В событийности Находясь Мы движемся К чему К тому Чтобы Веда Сегодняшнего дня Ведическое Миропонимание Как Описание Нашего мира Во всей полной темы Мы смогли Зафиксировать Проявить Ну и развивать Его дальше Соответственно Ну Как бы Нам не надо Постигать мир На уровне Как бы Давних наших предков Оказавшихся Условно Где-то на Отколовшейся Глине Льдине Там Определять Что такое вода Что такое гора Что такое дерево Что такое земля Потому что Эти все понятия В языке У нас есть Ведом Надо Развивать систему Как это Все взаимодействует И где мы Находимся В этом Всем Понимании В этом Движении Хорошо И теперь я отвечу Если позволишь На вопрос Все-таки От Григория Врачева Дело Дело в том Что опять же В данном случае Мы говорили Про слово Язычник Не как Отвержение Чужородец Какой-то Или Выродок Какой-то Или непонятно Кем сотворенный А в том Понимании Что это Народник Представитель народа Так вот Когда мы говорили Об этом То я вот Эту теорию Рассказал Теперь давайте Посмотрим Тот вариант Когда было написано Давайте язычникам На поругание Святые наши А вот тут Как раз Слово Язычник Применяется В том Написании Когда это Чужородец Или Выродок Какой-то Непонятно Кем сотворенный Пришедший С чужим Уставом Чужого Племени В наш Монастырь На нашу Землю И пытающийся Здесь что-то Диктовать И что-то Разрушать Вот в этом Случае Язычники Воспринимаются Как вороги Которые Пришли Для того Чтобы что-то Здесь нехорошее Сделать Поработить Поругать Чем-то Завладеть Поэтому Когда мы Говорим Про Не давать Язычникам На поругание Святыни Наши То тогда Мы имеем Ввиду Тех самых Язычников О которых Версия Изначально Рассматривалась Не Сурьяром А здесь В чате Что это Вороги Это Инородцы Которые Приходят Чем-то А когда Сейчас Мы говорили Про язычни Это Язычие Это современное Понимание Которое Ходит от слова Язычие Народ Что есть Стадия становления Сначала Человеку Надо понять Свою физиологию Своё физическое Тело Развить Просто элементарно Научиться ходить Научиться говорить Что-то руками делать Он познает этот мир Познает себя Какие-то сказки Послушать Потом Переходит Вариант Ведания Приходит Когда он Что-то начинает Ведать Познавать От своих родов Так что Давайте Мы по-разному Пишем слова И по-разному Они Трактовку разную Умеют Разный смысл И поэтому Когда меня здесь Называют Алексей Романтик Людобор написал Да многое На что ответов Не дали Ну Что ещё На ответ Бывает так Что ответ дан Но просто Ответ не слышит Потому что Человек думает О чём-то о своём Он просто не готов Воспринимать Ну может быть Будет эта передача Переслушана ещё разок Может быть Ответ акцентирован Будет Вернее Внимание Будет инсектирован На тот момент Когда был дан ответ И так далее А в-третьих Вполне возможно Тебе этот ответ Не устраивает Тебе нужен Какой-то совершенно Другой ответ Ты может быть Живёшь в чём-то Своём И у тебя Другой Путь развития Своя стезя Так Зачем ты Спрашиваешь Какие-то вопросы Давай ещё вопрос Вопрос от Эдуарда Частота вибрации При обращении К пантеону Наших богов Выше И какая же И какая же Как у священников Католической веры Такая же В смысле Это ты Что-то Выпал На секунду Ещё раз Повтори Пожалуйста Частота вибрации Частота вибрации При обращении К пантеону Наших богов Выше И такая же Как у священников Католической веры То ли здесь Как-то Что-то Упущено Какой-то Как-то У меня такое ощущение Да что-то То ли Выпало Что-то Что-то Не допущено Что-то Не дописано Что-то Не допущено И так далее Если там Возможность Человек Если вдруг Слышит Пусть уточнит По возможности А чистота вибрации Это смысл Такой Почему я говорю Вот Касаясь обряда Там В одной из следующих Бесед Мы Самой Обрядовой практике Посвятим Наверное Достаточно большой Как бы Объём Времени Информации Ну Подразумевает Что Как бы В небесах И на земле Времена Текут По-разному Время течёт По-разному И Одна из основных Задач Это Поднять Условно Ну Опять же Я говорю Это мы В данном случае Немного условно Хотя Само действие И само Его Воспроизводство Этого действия Для меня Оно безусловно Потому что Так как Обрядовой практикой Я занимаюсь Постоянно Поднять Частотную Вибрацию Я хорошо Вот этот термин Всё-таки Употреблю Или Уровень Восприятия Почему Потому что Даже не Само по себе Как частотная Вибрация Как в В определенных Достаточно Больших Количествах Эзотерических Направлений И прочих Используется А смысл Такой Что В нашем Случае Очистить Всем Светом Который У тебя Есть Своё Сердце И настроиться Опять же Со всей Честностью Со всей Искренностью Со всей Чистотой На Восприятие Небесного Света И тут Как бы Понятие Резонанс Оно Не резонанс Оно Никуда Не исчезает Просто Чем ты Чётче Чем ты Чище Чем ты Искреннее Тем Больше Чистота Света В тебе Проявляется В этот момент Я говорю Как бы В самом Обряде Если я говорю Это произошло Вот это Резонансное Происходит Слияние С небесами Человек Безусловно Трансформируется И способен Достаточно Большой Объем Света Себя Поместить Одном Момент Тобие Трансформироваться Преобразиться Более Правильно Вот так Здесь уточнение Вибрации равны У наших И у католических Католических Богу равны Или нет Опять же Когда с ошибками Написано Какие-то буквы Теряются То в этом случае Трудно говорить В общем Равны ли вибрации У католиков Когда они обращаются К Богу И когда мы обращаемся К своим Богам Вот суть Наверное В этом заключается Вопрос Такой Что Есть Боги Живые Есть Боги Скажем так Ну не Боги Опять же А Некие формы Выдуманные Людни Для Как сказать Ну потому что Стремление К постижению Божественному Это Божественное Есть Естественное Стремление Любого человека Но когда Нет Нормального Уровня Ведания Или понимания Люди Либо бывает Выдумывают Себе Сами Богов Либо Словно Кто-то Вводит Их В определенный Уровень Морока Вот Что касается Католического Бога Как такового Надо Понимать Что Как сказать В какой-то Момент По своей Чистоте И по всему Прочему Любой Моллу Творящий Искренне Может пробиться Вышние Чертоги То бишь К источнику Изначального Света То есть По нашему К роду Если человек Стремится Сохранить себя В той или иной Степени Искажения То Как правило Он зависает Либо в придуманных Каких-то Мирах Что в данном Случа Является Мороком Или там Серой Навью Вот Либо Еще хуже То есть Он Начинает Проваливаться А любой Искренне Потому что Источник Света Его можно Придумывать Можно Не придумывать Он в любом Случае Есть Безусловно И в нашем Сердце Есть С ним Связь Почему я Говорю Что Любой Истинно Молящийся Как бы Стремящийся К свету Молу Искренне Творящий В чистоте Сердца Свою Привающий Имеет Возможность Пробиться К источнику Света К изначальному Говорю Хорошо Давай Тогда еще Уточню Вот Представьте Себе Вы Обладатель Счастливый Обладатель Приемника И есть Несколько Передатчиков И Вот эти Передатчики Все транслируют Что-либо На своей Частоте Вы Как приемник Настроены На одну Частоту Вот Какая Из этих Станций До вас Достучится Кто Сможет Вам Что-либо То же Самое Здесь Поскольку Мы говорим Что наши Боги Это наши Предки Которые Нас Слышат Постоянно То мы С ними На одной Частоте Настроены Если Мы Говорим Про то Что Есть Некий Игрегор Или Некая Прослойка Или Что-то Еще Созданное То в этом Случае Там Частота Будет Совершенно Другая Вот И Все Просто Подумайте Об этом И Вам Будет Четкий Наверное Ответ Невозможно Разным На Одных На тех же Частотах Вещать Или Каша Будет Когда Часто Бывает Так Едешь И Пересекаешь Какую-то Область И там Вдруг Две Станции По соседству На одной Частоте Работают Вообще Ничего Непонятно Вот То же Самое Здесь Но К счастью Вот В нашем Случа Такого Не Бывает Наши Боги Настроены Как раз На те Частоты На которых Мы тоже Что-то Передаем И Они тоже Передают Взаимосвязь Такая Они Передатчики Приемника Мы Передатчики Приемники Так что Вот так И поэтому Если мы Пытаемся На чужих Частотах Работать То в этом Случае Будет ли Здесь Добро Будет ли Здесь То Что Необходимо Нам Для жизни Не знаю Решайте Сами Никого Уговаривать Не хочу И так далее И еще Василий Васильевич Просит Уточнить Третью Часть Вопроса А что Значит Все-таки Клич В Ар Отдельно В Ар Считается Отдельно Василий Васильевич Тут Как бы Чисто Если Терминологически Мы Да Ар Земля В Ар Как Вот Если Такое Слово Возникает Оно Может Подразумевать В землю В землю Типа Убьем И закопаем Перевожу На русский Но мне Как-то Ура Немножко Ближе Это Мое Личное Мнение Ни в коем Случа Ненавижу Если Есть Источник Безусловный Там Для Для вас Где Вот Вар Употребляется В Ар Как Двух Словное Сочетание Или там Трехбуквенное То Почему бы Нет Я не Не Убудрю Просто Может быть Да Может быть Нет Поэтому Тут Я Не Стал Разворачивать В этот вопрос Потому что Нет у меня Безусловного Мнения И Источника Безусловного Тоже Хорошо Еще один Камешк В моих городах Алексей Лютобор написал Было следующее Послание Отшельник Проязычников И язычество Не убедили Многоточие Дальше Лютобор Написал Отшельник Да Много На что Ответов Не дали Улавливай Суть Того Что написано В сообщениях А то Получается Из контекста Смысл Написано Выдергиваешь Не в первый раз Кстати И получается Что в чате Всем понятно Потому что Люди могут Прочитать Что к чему А в записи Эфира Люди Непредставления Не имеют Как на самом деле Было Так вот Я ответил На твою фразу Когда ты написал Отшельнику Да Много На что Ответов Не дали Четко Проязычников Который Отшельник Написал Проязычников Язычество Не убедили Во-первых Ни я Ни Сурьяр Никого Убеждать Не собираемся Мы всего лишь Навсего Говорим Те версии Которые У нас Есть Если Мы не Убедили То в этом случае Ищи тех Кто тебя убедят Если ты можешь Найти что-либо То в этом случае Находи сам Дальше И убеди нас Да И убеди нас В принципе Ну не знаю Нужите дальше Отшельник написал мне Трактовка слова Или слов Должна быть Одна А не сотни Или мы понимаем Их как предки наши Или как нам Храмовники навязали К примеру Слово Ну и там дальше Слово приводится Так вот Скажи мне пожалуйста Когда я произношу Слово замок Или слово замок Вернее оно написано Вот просто написано слово З-А-М-О-К Что ты представляешь себе Некое строение Или висящий предмет Запирающий что-то И таких слов Достаточно большое количество Так вот В древности Когда писали буквицы И замок И замок Имели не только Разные ударения Они по-разному Были написаны Что наши предки Дураки что ли были Что они Что они Одно и то же Получается слово Писали Но разные Имели в виду И как храмовники Се что ли Вели И сами себе Это навязали Нет Дело в том Что Слова писались По-разному И произносились По-разному Как ударение Так и разные Были сочетания Звуков Внутри этого слова И всем было понятно Мы своим сейчас Упрощенным пониманием Доведенным До абсурда До тубуретки Не можем даже Себе представить Такого И нам кажется Что современный Советский Так называемый Язык Он был всегда Нет Он был не всегда Был похожий язык Но там был Он более богатый Где произносились Другие звуки Написаны были Другие буквицы И поэтому Он был более правильным Более распространенным Он был образный А не безобразный Вы вообще Отрекитесь От представления Которое сейчас Навязано вам И тогда Вы не будете Входить в противоречие Не с теми Кто говорит Не сами с собой Дальше Лютобор Возвращаясь Я прочитал И то и другое И сделал выводы Что во-первых Я никого не пытался Убеждать в чем-то И еще раз повторяю Сурьяр Никого не пытался А я дал ответ тебе Что ты четко написал Да На многое На что ответов не дали Вот И на эту фразу Тебе я ответил Что если Тебя не устраивает Ответы Это еще не означает Что ответы Не были даны Ответы Давались Если ответ Тебя Не устроил Напиши Меня ответы Не устроили Но это будет означать Совершенно другое Ответы были даны Но они тебя Не устроили И еще раз Если ты переслушаешь Те ответы С другим настроением Или через Год Например Или через месяц Вполне возможно Что в этих ответах Ты услышишь Наконец-то То Что до тебя Пытались донести Вот и все Поэтому здесь Так разворачивать Такую Полемику Я думаю Что особого смысла Нет Иначе это будет Приводить К каким-то Очень нехорошим Последствиям Для всех нас Зачем Если Что-то Не устраивает В чем-то Но это еще не означает Что это плохое Или что-то Неверное Просто может быть По каким-то причинам Мы это не способны Понять Пока Или может быть Наоборот Переросли И те Которые говорят Что-то Сами Не допоняли А пытаются Просто Языком Болтать Так что Вот так Дальше Гриша Кстати Давно Хотел Спросить Сейчас Часто Слышу О предсказаниях Ванги Английской Королевы И еще Кого-то На 2016 Мол Типа Война Будет Или Конец Света Как вы думаете Это реально Или просто Темные силы Хотят Конца Света Ведь мы Смотри Реально Такие Вбросы Идут Довольно Часто Ну Как У меня Безусловного На сегодняшний день Видения И Как бы Скажем Слов Правильных Вот Ведущих От волхов По этому поводу Нет Почему Потому что Еще Не Определено Вот Когда будет Определено А Это будет Ясно Видимо В ближайшее Время Скорее всего До Конца Весны Проявятся Многие Вещи Поэтому Сейчас Смотрится С одной Сороны А с другой Сороны Как бы Наши Деяния Наши Обряды Они Наше Взаимодействие С родовичами Ну Постоянно Влияет На изменение Мира И потому что То что Казалось Еще там Два Три года Назад Невозможным Сегодня Уже Воплощено Пусть я Не буду Сейчас Перечислять Дабы Не кричать Что это Вот только Наша работа И вот Мы это Делали Потому что Я знаю Что Очень большое Количество Людей Ведущих И обрядодеев И родеев Над этим Поработали Поэтому Сейчас Еще не Определено Почему Потому что Весы Качаются Я вот так Скажу Это Мое Мнение В данном Случа Да Здесь Можно Дополнить Что Пришло Время Хотите Вы этого Не хотите Хотят Ли наши Друзья Враги Этого Не хотят Но Пришло Время Когда Все больше И больше Людей Способны Улавливать То Что Раньше Они Просто Пропускали И И На На Сегодняшний Момент Наши Недруги Они Также Это Все Прекрасно Понимают И У них Есть Два Варианта Либо Громко Хлопнуть Дверью Для того Чтобы Все Здесь Было Уничтожено В этом Случа Будет Уничтожено Очень Много Из Их Сородичей Либо Как-то Задобрить Тех Кто Приходит Им На Смену И Сказать А вот Мы Для вас Сохранили Вещички Ваши Помните Как На 12 Стульях Который Хранился Векселя А это Вот Ваши Папеньки Вашего Маменьки И Все Сохранил Пожалуйста Рублик Дайте Или 10 Рублей Я вам Вексель Дам И Вы Узнайте Что Стул Стоит Угрец Цуевый Стул Там И Другой Вариант Что Они Просто Начинают Реально Сотрудничать Для того Чтобы Ну Просто Не смели Все Зависит От того Какая Степень У них Сознания Вот И Не просто Так это Говорю Идут Очень Много Различной Информации Что Начинаются Как раз Такие Предложения Вдруг Сплывать Ни с того Ни с сего Где Там И Финансы Большие Предлагают И Там Все пути Открытые И так далее Но Видно Что Это Идет Не От Светлых Видно Что Это Темных А Вот С Какой Целью Это Идет Для Того Чтобы Перехватить Власть И Какое То Время Удержаться Чтобы Как-то Перехватить Потом Компрометировать Или Убрать Как это Часто Бывало Раньше Убирали Людей Которые Что-то Затевали Хорошее Или На самом Деле Пришло Время Чтобы Эту Казну Начинать По Векселям Раздавать Тем Кто Сейчас Хозяева Это Уже Другой Разговор Но Суть В том Что Это Все Сейчас Есть Просто Наступает Другое Другое Время Пришло Смена Меняются Сейчас Черные Играли Сейчас Белые Начинают Играть Пришло Такое Время А Как Мы Здесь Проявим Что Мы Здесь Делаем Это Зависит Уже От Нас К Сожалению Многие Продолжают Болтать Языком Вместо Того Чтобы Начинать Что-то Делать Вроде Бо Уже Много Что Сказали Много Уже Информации Много Уже Даже Информации Которую Знание Пора Переводить В дела Какие-то Но К сожалению Продолжают Болтать Так Что Вот Такая Есть Беда Ну Что Делать Не Все Сразу И Не Беда Наверное Ну Что Давай Подводить Итог Сегодняшней Встречи Так Ну Добренькое Всем Радовичем Благодарствие Кто Как бы Терпение Имеет Длинные Нефиры Наши Слушать С одной Стороны А с другой Стороны Хочу Вас Всех Поздравить Приближающимся Велик Днем Равноденствием Весенним Комоедицей Масленицей Когда У каждого Радовича Идущих В общине Или идущих Пока Сами По себе Есть Возможность Обратиться К богам И получить От них Полной Мерой Того Добра И того Света Который У них Есть Зажечь Добрый Огонь Принести Добрую Требу Всех Вас Поздравляю С наступающей Комоедицей Здравия И блага Хорошо Благодарю Тебя Ну что же Заключение Можно тоже Немножечко Так Мозгами Пораскинуть Как сказал Стреляющий Все в голову Из пистолета Из всех Наших Передач Я Просто Осознаю Что все Мы Настолько Разные Что Иногда Даже Не Слышим Слов Которые Говорят То есть Бывает Человек Отвлекается Свою Мысль И пропускает Ключевые Слова Которые Говорит Кто-то Другой Бывает Что слова Воспринимаются По-другому И тогда Вообще Мысль Коверкается Тут он Что-то Не дослышал Тут услышал Слово Но свою Трактовку Не вложил И получается Что вроде бы Говорили Говорили А в конечном В итоге Друг друга Не поняли То есть Разговор Глухого С немым Или Еще как-то Вот Вот это Иногда Печалит А иногда Радует Печалит Почему Что мы До сих пор Еще не объединены Благодаря Или Благодаря Опять же Слово Не очень Хорошее В данном Случае Из-за Этого Но радует То Что есть Еще куда Расти Вот Так что Изучайте Вообще Ту Древность То наследие Которое У нас есть Понимайте Образность Нашего Языка Понимайте То Что Всегда Вот того Что вы Сейчас Видите Не было На земле Постоянно Все что-то Менялось И Если мы Говорим Про древние Знания То вы Должны Понимать Что в Древности Они Эти знания Передавались И другими Письменами И по-разному Произносились По-другому Произносились Вот это Очень важно Не будьте Статичны В этом мире Мир Он не статичен Ну что ж Заключение Я просто скажу Что сегодня У нас 10 марта 2016 года Четверг По одному Из современных Календарей Девятый день Месяца Пробуждения Природы 7524 лета Шестица По одному Из старинных Календарей Тема эфира Была Род Белобог Чернобог Лата Мира Свет И тьма Каково Пантеон Наших Родных Богов Сурьяр Главный Соведущий Эта Программа Была Из серии Школы Родовой Мудрости Мне остается С вами Только Выпрощаться Желать Вам Самого Самого Доброго С вами Была Народная Славянская Радио И Алексей Орлов Желаю Всем Добра До новых Встреч Услышимся Народная Славянская Радио Для пытливых умов